Мастер Харт. Мастер Харт. Несколько студентов, что последовали за парнем в десятую ветвь, громко воскликнули, но увидев, что тот с виду был цел и просто стоял, вздохнули с облегчением, после чего группа покосилась на Луине. В десятой ветви оказался такой сильный мастер. В пятой ветви среди мастеров слияния было не более десяти человек, которые могли победить Харта одним движением, поэтому встретить такого же здесь они не ожидали. Юноша скривил злобную улыбку, посмотрев на группу студентов. Возьмите вот ту карту и принесите мне. Один из учеников сферы слияния спешно подобрал карту и почтительно вручил ее нашему герою. Хотя они, можно сказать, были врагами, но все они являлись студентами одной академии, где сила была самым главным. Побледневший Харт уставился на Луине. Он был побежден быстрее, чем успел среагировать. Мы вообще сражались. В недоумении спросил парень, пытаясь прояснить ситуацию. Юноша убрал карту и равнодушно ответил. Не знаю, может быть. Харт сжал кулаки. Он был с позором раздавлен и не мог смириться с этим. Я скоро вернусь. После этих слов парень пошел вглубь пустыни. Он намеревался совершить прорыв, ведь только в сфере слияния сможет бороться против нашего героя. Группа учеников пятой ветви побежала за ним. Луин рассмеялся над неугомонным, но не переживал, поскольку получал от этого много пользы. Тем временем на космической станции десятой ветви появился корабль с гербом девятой ветви. Сиапа удивился этому. Когда двери судна открылись, из него показался Бон, одетый в черную куртку со знаменем Черного Феникса. Увидев это знамя, младший Паа странно покосился в сторону пустыни Надежд. Сюда уже прибыл парень из клана Бусы, что являлся семьей священного зверя, а теперь здесь еще и падшая ветвь этого клана – Аньбусы. Два смертельных врага сошлись вместе ради одного врага. Что ни скажи, но выглядело это безумно интересно. Бон молча подошел к массиву перемещения и отправился в пустыню Надежд. Сиапа последовал за ним. Наш герой в это время рассматривал награбленные. У него было 20 тысяч кубометров звездных кристаллов в запасе, плюс примерно больше 100 тысяч в картах банка Мобиус, но точное число он не знал. Однако даже так теперь его можно считать настоящим богатеем. В этот момент в глубине пустыни прямо в небо выстрелил огромный столб золотого пламени, освещающий и без того яркое пространство. Луинь с нетерпением ждал нового боя, ведь Харт был одним из немногих, с кем можно было хорошенько подраться. С появлением золотого столба пустыня Надежд закипела, а вместе с этим по округе раздались вопли Феникса, что потрясло юношу. В то же время в пустыне появилась фигура и посмотрела вдаль. Бесстыжая семья Бусы тоже здесь? После этих слов ее охватило черное пламя и она понеслась вперед. Луинь заметил незнакомца, покрытого черным пламенем, и был этому удивлен. Что тут происходит? Сиапа стоял возле массива перемещения и слегка покачал головой, ожидая, что скоро это место будет очень шумным. В глубине пустыни брови наставника Шахая приподнялись. Темный Феникс, вот так совпадение. Харт, который прорывался в сферу слияния, резко открыл глаза и посмотрел на вход в пустыню с рассерженным видом. Чертовы предатели, ступайте и поймайте его. Да, молодой мастер. Хором ответила группа студентов пятой ветви. Вскоре по пустыне начали распространяться мощные колебания. В небе вспыхивало черное пламя, но привносило оно не жар, а пробирающий до костей холод и разъедающую звездную энергию. Хотя ученики пятой ветви и были сильны, Бон их все же одолел, так как гения клана Аньбуса им не победить. Наш герой стоял вдалеке и наблюдал за сражением. Разнообразные боевые навыки ослепляли его глаза, но он признал, что незнакомец был очень сильным. Вдалеке золотое пламя, сопровождаемое высокой температурой, стало еще ярче. Хотя Харт только прорвался, он мог спокойно сдерживать черное пламя. Именно благодаря этому студенты пятой ветви не пострадали. Да, столько лет прошло, а они все никак не утихомирятся. Видимо только смерть сможет поставить точку в их отношениях, пробубнил младший Паа, что появился рядом с Луиним. Юноша спросил, а кто этот человек? Он из клана Аньбусы, падшего клана Темного Феникса. Того, с кем ты сражался раньше, зовут Хартбусы, он из прямого клана Феникса. Давным-давно оба клана были едины, но в итоге начались постоянные разногласия, которые закончились кровавой бойней. Теперь понятно, почему они так похожи. Ну, семья Аньбусы держится, но у них мало шансов что-то изменить. Главный клан Бусы прогнал их довольно далеко с родовой земли. Этот Бонн, студент девятой ветви, он, видимо, пришел разобраться с ситуацией Си Юэ, но столкнулся с Хартом. Ха-ха, кто бы мог подумать, что произойдет такое? Сяпа злорадствовал. Луинь тоже рассмеялся. Девятая и десятая ветвь были соседями и поэтому являлись главными врагами. Жаль, что Хартбусы не ушел после поражения, хотя, возможно, так даже лучше. Чертов Феникс, убирайся отсюда! Закричал Бонн. Вдалеке в небе завис огромный Золотой Феникс, искажающий пространство. Хартбус достиг слияния и тут же показал огромную мощь, превосходя даже Ланка. Наш герой был удивлен тем, сколько силы парню давал его дар небес. Золотой Феникс размахивал крыльями, пока внизу под ним стоял Харт, что холодно смотрел на Бона. Кто дал тебе смелости раскрывать свой рот? Основная ветвь – настоящие бандиты. Презренная семейка, вы все должны умереть. Грязно-кравка. Вашу ветвь создали после слияния Феникса и Звездного Зверя. Это была ошибка главной ветви, но это не меняет того факта, что вы, чертовы рабы, никогда не будете считаться равными нам. Сказал парень и бросился в атаку. Два огромных Феникса, золотой и черный, столкнулись в небе, разнося по пространству оглушительный грохот. Из-за мощной ударной волны в пустыне поднялась песчаная буря, сопровождаемая всплесками золотого и черного пламени. Студенты пятой ветви в ужасе убежали в безопасное место. Лу и Несиапа стояли неподалеку от массива перемещения в легком шоке, после чего старшекурсник взмахнул рукой, образуя барьер. Разошлись они не на шутку. Остаточная энергия двух мастеров слияния была огромной. Юноша был удивлен, что Сиапа очень легко заблокировал все, что летело в их сторону. Десятая ветвь была заброшена и ходил слух, что оставшиеся два брата Паа были слабаками, но нашему герою стало казаться, что это совсем не так. Глава 135 Наблюдать за сражением было весело, но продлилось это недолго. Наставник Шахай наказал Сиапа уйти, а Лу и не разобраться с двумя, как он сказал, шумными курицами. Высоко в небе два феникса все еще сражались друг с другом. Юноша очень быстро появился прямо перед хартом и мощным ударом девяти потоков приложил парня к земле, из-за чего золотой феникс в небе рассеялся. Почти сразу после этого он ударил другой рукой Бона, что попытался заблокировать выпад, но у него это не получилось. Ладонь девяти потоков содержала в себе девять волн, каждая из которых была сильнее предыдущей. Этот навык был очень мощным, но только потому, что наш герой использовал его против противников с низкой сферой. Благодаря его крепкому телу он мог использовать этот навык, принадлежащий сфере грани. На максимум, в противном случае пришлось бы применять шесть потоков, а их явно бы не хватило против таких, как Харт и Бон. Шокирующее столкновение двух фениксов было прервано Луиним. Студенты пятой ветви были в ужасе. Они хорошо знали Харта, кроме того, тот только что достиг сферы слияния. Можно сказать, он стал в разы сильнее, но даже так все равно был побежден. Лежа на песке, Харт истекал кровью, но его глаза горели лишь чистым гневом. Он снова проиграл, и опять от одного удара. Почему этот парень такой сильный? Лежавший неподалеку Бон закашлял кровью и медленно сел. В десятой ветви его раздавил мощный мастер того же уровня. Хотя он и не был сильнейшим в девятой ветви, но входил в пятерку лучших. Неудивительно, что наставник послал его расследовать здешнюю ситуацию. Наш герой посмотрел на них и громко сказал. Десятая ветвь – это вам не проходной двор, где посторонние могут решать личные проблемы. Тут вы можете сражаться только со мной, а если же не хотите, то проваливайте. Харт вытер кровь со рта, встал и сказал. Уходим. Бон поднялся и неохотно проводил взглядом Харта, а затем покосился на Луиня и тоже ушел. Прошлая атака юноши дала ему понять, что он слабее. Сражаться с ним было бессмысленно. Заметив, что все уходят, наш герой огорчился и понял, что надо было обойтись с ними помягче, тогда бы он смог подзаработать еще деньжат. На космической станции Сиапаа проводил две группы, после чего ушел. Внутри космического корабля Харт кому-то позвонил и вскоре перед ним появилась голограмма красивого мужчины. Увидев его, студенты пятой ветви поспешно поклонились и побоялись поднять головы. Ну как? Харт стиснул зубы. Я хочу войти в тайное царство клана. Я тебя спросил, как все прошло. Я проиграл, проиграл Луиню из десятой ветви. За сколько ударов? Один, ответил парень, скорчив лицо. Мужчина вздохнул. Видимо, пока ты не примешь истинную форму, победить его у тебя не получится. Услышав об истинной форме, Харт задрожал от страха. А я смогу. Если хочешь победить, то ты должен принять истинную форму, но есть большая вероятность, что ты умрешь. Парень крепко сжал кулаки, вспоминая не только нашего героя, но и монстра в пятой ветви. Я приму истинную форму. Мужчина улыбнулся. Я скажу, когда тебе следует начать. Если справишься, сможешь напрямую присоединиться к главному совету десяти приговоров, но если нет, то я отомщу за тебя. Луинь. Верно. Я запомнил его имя. Спасибо, брат. Голограмма исчезла и лишь после студенты пятой ветви смогли выдохнуть. Встреча с одним из десяти судей молодежного совета, Серратом Бусы, была для них уж слишком тяжелым бременем. Следующие два дня десятая ветвь жила спокойно, никто не приходил, видимо основная масса желающих сразиться была в пути и еще не скоро прибудет. Наш герой расспросил о том, где его остальные сокурсники, и узнал, что те нашли подходящие для себя места культивации. В десятой ветви есть и другие места для тренировок, удивился Луинь. Сяпа ответил. Конечно, ведь наша академия передавалась из поколения в поколение самых древних времен. Хотя после несчастного случая она пострадала, некоторые тренировочные площадки частично уцелели. Сравниться с тремя святыми местами культивации они не могут, но для новичков очень даже неплохи. А что насчет меня? Есть что-то подходящее мне? Спросил юноша. Парень закатил глаза. Ищи сам, откуда мне знать, я же тоже студент. Можешь попробовать обратиться к наставникам или декану, вот только не знаю, помогут ли они тебе. Наш герой вдруг вспомнил того сумасшедшего старика, что, скорее всего, и был деканом, но идти к нему не хотел, все же жизнь была дороже. В этот момент Луинь вспомнил еще кое-что. Лулу тогда на корабле сказала ему, что обязана попасть в десятую ветвь, чтобы получить какую-то вещь и сразиться с кем-то. Интересно, ей это удалось? Лучше оставайся здесь, хотя пару дней было тихо, но скоро все изменится, сказал Сиапаа. Юноша развел руками, сетуя на медлительность своих соперников. Должно быть, произошедшая в пустыне надежд битва стала известна снаружи. Ланг потерпел поражение, Харт и Бон тоже. Эти трое были довольно известны своей силой, но все равно проиграли. Из-за слухов, что распространилась Июэ, слава нашего героя росла. Даже те, кому вообще было все равно на девушку, начали интересоваться Луиним, чувствуя, что не прочь были бы с ним сразиться. В шестой ветве группа людей как раз обсуждала юношу. Странно, откуда в такой заброшенной академии мог появиться столь сильный мастер. Вселенная настолько велика, что каждый день появляются новые таланты. Домен пламени изрядно потрепал свое достоинство, потому что тот Луинь победил Ланга и после ограбил его. Они это заслужили. Я слышал, домен пытался помешать десятой ветве набрать учеников, но их мастера проиграли. Теперь же они послали культиватора еще сильнее и вновь оказались не у дел, ха-ха. Да тише ты, умереть хочешь? Смотри лучше не ходи в мир иллюзий, а то наткнешься на гора. Чего ты так боишься? Да и зачем мне идти в мир иллюзий? Я тебя просто предупредил. Гар, глава региона, если он захочет в твою жизнь, бежать будет некуда. Все, заткнитесь. Лучше посмотрите, кто вон там идет, сказал один из студентов. Группа тут же обернулась и увидела потрясную красотку с белыми волосами длиной до самых ее босых ног. Она носила летнее синее платье, сочетающееся с ее белой кожей, а также серебряное кольцо с черной каймой. Этой неотразимой девушкой, разумеется, была Мила. Это Мила, она вернулась. Взволнованно закричали ученики. Из-за возвращения девушки шестая ветвь стала очень шумной. Мила была звездой шестой ветви, потому что уже достигла сферы познания и могла выпуститься, но оставалась студенткой академии. Также она являлась помощницей совета десяти приговоров и уступала там только десяти судьям. Девушка слабо улыбалась, а ее красные зрачки мерцали, очаровывая толпу, но про себя она размышляла о другом. Луинь, ты стал так известен. Я недооценила тебя, ведь о тебе говорят все, а ты еще даже не вошел в девять царств испытаний. Кстати, моя младшая сестра тоже там, будет довольно интересно. Мила продолжала думать, медленно направляясь куда-то вглубь академии, оставляя за собой манящий запах. Прошел еще день и, как предполагалось, нарушители спокойствия явились, и их было немало. Наш герой никому из них не отказывал. Он, как хозяин, проявлял максимальное гостеприимство, стараясь содрать с гостей как можно больше деньжат. Вот только все они были слишком слабы, намного хуже Харта и ему подобных. Хотя это и не расстраивало Луиня, поскольку он получал за это деньги. За следующие десять дней юноша заработал почти 300 тысяч кубометров звездных кристаллов, чего совсем не ожидал. В то же время его победоносное шествие снова повысило ему репутацию. Нашего героя стали замечать, так как его имя кружило по всем ветвям Академии Звездного Неба. Вот только это совсем не нравилось одному человеку, который все начал. Сиюи вернулась в клан Лин Мэн и была в плохом настроении из-за того, что даже в ее семье многие обсуждали юношу. Девушка была в отчаянии и уже не надеялась, что кто-то преподаст этому ублюдку урок. Где-то в восьмой ветве, прямо перед извергающейся магмой, стоял Ланг. Выглядел парень обеспокоенным и боялся даже пискнуть. Он стоял так уже более десяти дней. Ты проиграл? Внезапно раздался голос. Да, прости. Мусор. Ланг не осмелился возразить. Отправь людей в шесть кругов и скажи, что любой, кто увидит студента в десятой ветве, пусть доложит мне. Я им устрою райскую жизнь. Есть. Луин даже не предполагал, что происходит во внешнем мире. В Империи Дэу произошло шокирующее событие. Второй принц Дьюк Юйшан, возглавляя седьмой, восьмой, десятой и двенадцатой спецотряды, дезертировал и молниеносно захватил пять звездных систем Империи, повергнув в шок сектор Синей Волны и все окружающие территории. Бессмертный Юйшан был в ярости, когда услышал об этом. Его гнев был настолько велик, что он потерял сознание, оставив Империю Дэу в полном смятении. В Императорском дворце мрачный Далан Юйшан заявил, Объявляю общую тревогу, началась война. Приказываю отыскать предателей. Дьюка Юйшан, капитана седьмого отряда Батсана, капитана восьмого отряда Машу, капитана десятого отряда Филда и капитана двенадцатого отряда Гаррима. Внезапное предательство второго принца застало врасплох Империю Дэу. К тому времени, когда народ успел опомниться, все верные Дьюку ушли вместе с ним. В этой суматохе никому не было дела до мелких событий, таких как необъяснимое исчезновение Чжан Дентиня, Шиу Чжана, Бай Сю и Сю и Саня. Несколько дней спустя настал день соревнования первокурсников десятого звездного неба. Наш герой покинул пустыню надежд и появился у входа в границу испытаний, где будут проходить бои. Глава 136. Когда Луинь пришел, здесь уже было несколько человек. Старший брат Лу крикнула Кока, радуясь встрече с юношей. Наш герой потрепал ее волосы. За прошедшее время ты неплохо постаралась и даже достигла сферы слияния. Видимо, уже можешь и со мной побороться. Девушка показала ему язык. Не хочу я с тобой сражаться. Мы все в последнее время слышали, как ты побеждаешь пачками студентов других ветвей. Теперь ты настоящая знаменитость. Правда. Луинь заморгал от легкого ошеломления. Он не особо следил за новостями. Да и, скорее всего, все вокруг говорили о нем только плохое. Неподалеку Залла перебирала в руки большую серебряную иглу, от вида которой юношу пробрала зноб. Он сразу же вспомнил дар, какая ему показалась, что в зале вольного ветра все орудовали медицинскими приборами, как оружием. В стороне в это время стоял Мэн Юэ, что тоже достиг слияния и с виду стал намного сильнее. Почувствовав на себе взгляд нашего героя, парень вызывающий показал ему кулак. Чуть поодалься Лор ослабленно сидел рядом с наставником границы испытаний. В дальнем углу в одиночестве сидел Хэйсюй. Внимание Луиня привлекли его черные волосы, которые всерьез поглощали окружающий свет. Среди всех первокурсников только он был самым таинственным и довольно сильным. В этот момент из тумана трансграничного камня вышел Хьюз и старик громко огласил. Хьюз, 52 победы и 237 поражений. Юноша был удивлен, что его знакомый смог вывести свой процент побед на тот уровень, который был у Мишель месяц назад. Когда парень увидел нашего героя, то слегка кивнул и уселся в стороне. Они оба были из империи Дэу, но плохо знали друг друга. Хьюз думал, что превосходит Луиня, однако вскоре понял, что стал быстро отставать. Как она клонилась к уху юноша и мягким голосом прошептала. Он настоящий безумец, без устали сражался в боевом царстве. Наставник границы однажды сказал, что только так он сможет решить свою проблему с потенциалом. Наш герой кивнул. Через некоторое время появился Сильвер, улыбающийся как хитрая лиса. Увидев его, кака сделала пару шагов назад, потому что ощущала от него некую опасность. Луинь махнул рукой мужчине и тот посмотрел на него. Поздравляю, ты стал знаменитостью. Я, наверное, теперь враг всего человечества, предположил юноша. Не сказал бы, что это так, но этим ты привлек внимание некоторых известных людей. Наш герой нахмурился. Некоторых кого это? Новую лигу человечества. Он не понимал сереброволосова. Тот был слишком скрытен, однако мужчина явно как-то связан с организацией, угрожающей человеческой расе. Когда прибыл Хуи Байе, он равнодушно взглянул на Луиня и отошел в сторону. Вскоре появилась острая аура меча, ее источал Джай Лун, который намеренно уставился на юношу, после чего стал молча ждать начала соревнования. Наш герой продолжал недоумевать, чего все так на него нацелились, но, с другой стороны, он очень хотел сразиться с каждым из них. Спустя еще какое-то время пришла Мишель. Она также посмотрела на Луиня и хотела было что-то сказать, но сдержалась. Увидев ее, юноша вспомнил тот инцидент, когда наставник Шахай помогал ему улучшить мерцание пустоты. Тогда он мельком видел девушку, и она, похоже, тоже его заметила. После пришли братья Пааа. Выглядели они очень радостными. Кто еще не пришел? Спросил Да Пааа. Лу, мужчина взглянул на свои часы и кивнул. Ладно, подождем еще немного. Казалось, что никто не торопился. Все выглядело непринужденно. В других академиях, безусловно, никто бы не стал ждать одного человека. Через час пришла девушка, она была вся в поту и тяжело дышала. Увидев, что все в сборе, Допа отвел их подальше от трансграничного камня и объявил. Отлично, можем начинать соревнование первокурсников. Сперва проведем жеребьевку, а затем начнутся бои один на один. Цель соревнования – определить ваш рейтинг, поэтому покажите все, на что вы способны. Наставники будут наблюдать за вами, так что советую быть максимально серьезными. Возможно, вы сможете привлечь кого-нибудь из них и он примет вас в личные ученики, добавил Сиопа. Народ был взволнован его заявлением. Все они пришли в академию, чтобы стать сильнее как можно быстрее, и лучшим способом добиться этого, было обучаться у здешних наставников. Жеребьевка вскоре закончилась, наш герой вытянул девятый номер и огляделся, заметив десятку узалы. Значит, она будет его первым противником. Женщина тоже увидела цифру 9 в руках Луиня и ее это огорчило. Как одна из лучших учениц Зала Вольного Ветра, она имела свои каналы связи. Ей была известна информация о том, как юноша недавно прославился. Зала отдавала себе справедливый отчет в том, что победить его она навряд ли сможет. Старший брат, получается, тот, кто проиграет в первом раунде, окончательно выбывает, спросил Сильвер. Младший Паа ответил, нет, у проигравших будет шанс бросить вызов победителю. Хорошо, раз все все знают, давайте начнем. Первый и второй номера, на поле, сказал Дапаа. На площадку вышли Сяло под первым номером и Мэн Юэ под вторым. Увидев мужчину, наш герой присмотрелся к нему. Из всех людей больше всего ему был любопытен дар небес Хэйсюэ, но он также опасался сереброволосого и интересовался силой Сяло. Для него этот мужчина был похож на бездонную яму, ведь до сих пор так и не явил свою истинную силу, и с Мэн Юэ навряд ли ее покажет. Сяло спокойно смотрел на своего противника, который в это время глазел на Луиня. Парню было все равно на мужчину, так как больше всего он хотел сразиться с юношей Лулу. Сокурсник, отвлекаться в бою, плохая привычка, сказал Сяло. Мэн Юэ повернулся к нему и встал в стойку. Я не буду сдерживаться, так что осторожнее. После этих слов он бросился в атаку, замахнувшись на мужчину ладонью опустошения. Не так давно парень нашел руины, где почувствовал сильную ауру пустоты, что пожирало все живое. Он был потрясен этим, поскольку даже в его секте Хаоса, в самом священном месте, не было подобного. Мэн Юэ просидел там полмесяца и успешно достиг слияния. Более того, его ладонь опустошения тоже стала намного сильнее. Когда парень высвободил навык, глаза наставника Шахая засияли. Сила поглощения. А у этого студента неплохой талант. Ладонь опустошения приближалась к Сяло, который чувствовал, как его силы медленно увидали. Остальные вокруг арены молча поражались тому, чего достиг Мэн Юэ за прошедшее время. Даже наш герой был удивлен, но не сильно. Бах. Раздался громкий взрыв от столкновения двух противников, но отлетел назад именно парень, на губах у которого появился след крови. Его рука сильно покраснела и дрожала. Было очевидно, что он проиграл. Все обомлели, глядя на мужчину, что очень легко развеял ладонь опустошения Мэн Юэ. Сяло по-прежнему стоял на своем месте и улыбался, но его дружелюбный вид вызывал у всех лишь холод. Старший. Я выиграл, сказал мужчина, посмотрев на Допа. Старшекурсник пришел в себя и кивнул. Победитель первого боя. Сяло. Луинь знал, что результат будет таким, но не предполагал, что мужчина справится с парнем так просто, как он это сделал. Мишель внимательно рассматривала победителя. Среди новичков он ей казался самым подозрительным. Стоявшие вдалеке наставники выглядели задумчиво. Довольно мастерски справился с чужой звездной энергией. Думаю, из него выйдет отличный черотворец. Участники второго боя, прошу на арену. Объявил Допа. Хьюз и Лулу вышли на площадку. Увидев девушку, парень слегка смутился. Эй, чего это ты такое лицо скорчил, будто я тебя на свидание пригласила. Лулу была расстроена, что ее противник не был серьезен. Я не люблю драться с женщинами. Зеленого лосая красавица обрадовалась. Ну тогда не сопротивляйся, дай мне тебя по-быстрому победить. Сказав это, она набросилась на Хьюза со своими мощными кулаками. Наш герой знал, что у Лулу было преимущество, но итог сражения было тяжело предугадать. Пройдя через множество боев в боевом царстве, парень поднабрался опыта, поэтому в момент, когда кулак девушки появился рядом с ним, он инстинктивно отпрыгнул. В следующее мгновение раздался громкий хлопок от удара, который оставил в земле большую яму. Когда Хьюз увидел эту яму, его пробрала дрожь. Будь он в том месте, его бы расплющило. Хватит бегать, ты мужчина или кто? Усмехнулась Лулу, снова нанося удар. Парень взбесился, тотчас выхватил свой кроваво-красный меч и нанес горизонтальный удар его тыльной стороной. Однако когда лезвие столкнулось с кулаком девушки, Хьюза вместе с клинком отбросила вверх. Да уж, семья Мобиус беспощадно в ближнем бою. Парень довольно смелый, раз решил принять этот бой. Воскликнул Допа. Прежде чем Хьюз упал на землю, Лулу появилась рядом с ним и ударила его ногой, из-за чего парень по инерции полетел вниз и впечатался в землю. Стоявший неподалеку Хуэй Байе изумился. Ему почему-то показалось, словно девушка использовала навык передвижения, принадлежащий клану Байе. Бум! Раздался еще один громкий взрыв, кулак Лулу столкнулся с землей в том месте, где только что лежал Хьюз, однако тот куда-то исчез. Девушка развернулась и тут же увидела блеск острого кровавого лезвия. Ей пришлось спешно отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать удара, где она, прохрустив кулаками, спросила. Ну что, все же решился сражаться всерьез. Глава 137. Хьюз выплюнул собравшуюся во рту кровь и крепко сжал меч. Лулу оказалась настоящим монстром в девичьем обличии. В таком хрупком теле была заключена огромная физическая мощь, с которой в лоб лучше не сталкиваться. Если бы он не избежал ее последнего удара, то бой бы уже был закончен. Прошу прощения за мою грубость, ты достойный противник, сказал парень. Девушка слегка улыбнулась, но затем фыркнула. Покажи все, на что способен, ты же один из лучших молодых мастеров Империи Део. Верно, даже если я проиграю, то хотя бы покажу, чего стою, пробубнил Хьюз, понимая, что такова была нынешняя реальность. В Империи Део он был лучшим, а здесь одним из худших. Бой продолжился с новой силой. Зеленоволосая красавица наседала на парня, не давая тому продыху, но Хьюзу удавалось избегать опасных моментов. Видимо, его старания в боевом царстве не прошли даром. Потуги парня и его бессилие отчетливо показали Луиню слабость внешней вселенной. Контроль звездной энергии решал очень многое. Если во внешней вселенной большинство полагалось на внешнюю помощь, то во внутренней культиваторы пользовались исключительно звездной энергией, усиливая таким образом свои техники. У Лулу не было никаких особых боевых навыков. Она сражалась по обычному, полагаясь на свою нечеловеческую силу. В последнем столкновении Хьюз хотел воспользоваться своим самым сильным навыком, но девушка его беспощадно разрушила и выбросила раненого парня с арены. Допа покачал головой. Победитель второго боя – Лулу Мобиус. Наш герой подошел к Хьюзу и помог ему подняться. Парень, держась одной рукой за больную грудь, горько улыбнулся. Спасибо. Ты хорошо постарался. Лулу все же из семьи Мобиус, а ее даже во внутренней вселенной многие боятся, ведь она там одна из сильнейших. Луин попытался его утешить, однако взгляд Хьюза был тверд, он явно считал по-другому. Неважно, из какой она семьи, это все еще человеческая раса. Я проиграл и сказать мне нечего. Юноша пожал плечами. Он восхищался волевым характером парня, который напоминал ему Джан Дентиня. Тот был таким же непреклонным и бесстрашным. Чтобы закалить в себе подобные качества, человеку нужно преодолеть многое на своем пути. Участники третьего боя – прошу на арену. Сильвер вышел первым, у него был пятый номер. В то же время на площадке появился Хуэй Байе. Луин сосредоточился на этом поединке, но не из-за мастера клана Байе, а из-за Сереброволосова. Может, другие и не знали, но мужчина определенно был связан с новой лигой человечества, самой проблематичной фракцией в человеческом звездном регионе. Увидев Сильвера, Сяло слегка нахмурился. С момента, как они вошли в Академию, после одного боя в боевом царстве Сереброволосый больше ни с кем не сражался. Он был серой мышью и его все игнорировали, включая Хуэй Байе, что хотел сражаться с нашим героем. Сияющий палец выпалил мужчина из клана Байе, резко представ перед Сильвером, пронзая пустоту своим темно-серым пальцем, нацеленным на сердце противника. Сереброволосый продолжал улыбаться, но в его глазах появился ледяной блеск. Красивый нож бабочка издал легкий щелчок, он явно был маленьким, но не менее опасным. Хуэй Байе быстро это понял, спешно изменив траекторию своего удара, как только ощутил на кончиках пальцев подозрительный холод. Жаль, не успел. Сильвер покачал головой, продолжая наблюдать за противником. Мужчина слегка побледнел. Если бы он не отдернул руку, то точно бы остался без пальцев. Его противник определенно был не так прост, каким казался. Луинь уже сражался с Сереброволосым, но их поединки были несерьезными. Вот только он всегда ощущал опасность от этого ножа бабочки, даже сейчас, когда стал намного сильнее. Высоко в небе наставник Гуаньюи посмотрел на Сильвера. Он видит насквозь слабости противника. В следующий момент инициативу в атаке перехватил Сереброволосый, быстро размахивая своим ножом. Хуэй Байе старался избегать лезвия, но что странно, каждый раз натыкался на него. Другим могло показаться, что он намеренно бил по оружию врага, но это было не так и сильно бесило мужчину. В конце концов, Хуэй это вывело из себя и он проревел. Духовный палец белой ночи. Мужчина разрубил пальцем пустоту и исчез. Сильвер напрягся и осмотрелся вокруг себя. Сражаться с мастером клана Байе было настоящей головной болью, но в этот раз победа все равно будет за ним. В следующее мгновение нож бабочка, сияя белым светом, полоснул по пустоте, откуда сразу же вылетело тело Хуэй Байе, на груди у которого виднелся глубокий кровавый порез. Извини, ты так открыто стоял, что я не смог удержаться, сказал Сереброволосый. Мужчина был шокирован. Ранее в битве с нашим героем он смог хотя бы атаковать, а тут ему даже не дали этого сделать. Неужели этот вечно улыбающийся незнакомец на самом деле такой сильный? Стоявшая среди студентов кака слегка вздрагивала. Она единственная, кто сильно боялась Сильвера. Остальные смотрели на Сереброволосого, вспоминая пробежавший по спине холодок, когда тот атаковал противника в последний раз. Им всем казалось, что они тоже не смогли бы избежать того удара. Мишель была внутренне ошарашена. Она думала, что в этой заброшенной десятой ветви если и будут новые ученики, то лишь слабаки. Все же в академию пытались поступить в основном мастера внешней вселенной. Вот только прошел всего месяц, как оказалось, что среди новичков были настоящие монстры. Только теперь девушка начала по-настоящему узнавать, какими были ее сокурсники. В третьем бою побеждает Сильвер. Объявил Допа. Но Хуи Байи отказался принимать это. Бой еще не закончен. Старший Паа крикнул. Если бы он хотел тебя убить, то ты был бы уже трупом, так что бой окончен и это не обсуждается. Мужчина открыл рот, желая возразить, но сказать ему было нечего. Он до сих пор не мог понять, как Сереброволосый нашел его в пустоте. Уж слишком легко противник раскрыл его навык. Сильвер с улыбкой покинул арену, после чего кивнул Луиню и бросил взгляд на Сяло. Участники четвертого боя выходите на арену. После первых трех боев все стали вести себя серьезнее. Каждый понимал, что их противник совсем не прост и о нем нельзя судить поверхностно. Джао Илун вышел на площадку. Он был под номером 7. С другой стороны осторожно вышла Кака. «Покажи ему, Кака!» Закричала Залла, напугав девушку, которая сильно нервничала. Лулу также поддержала подругу. «Сестра, не бойся, нападай ему!» Кака посмотрела на нее и заморгала своими глазками, будто молила о пощаде. Наш герой про себя рассмеялся, она слишком сильно нервничала. Джао Илун был совсем не рад, что его противником оказалась самая младшая среди новичков. Он хотел сразиться с кем-то более подходящим ему. Девушке пришлось беспомощно принять тот факт, что от этого боя ей не убежать. Парень вынул из ножен простой длинный меч. Увидев это, Кака сделала два шага назад и стиснула зубы. «Я не должна так бояться, я одна из них, мне нужно показать, что я умею». С этими мыслями она достала свой огромный шприц, ошеломив всех вокруг. У Джао Илуна отпала челюсть. За исключением Лулу, Заллы и Луиня, остальные впервые видели Дарни без девушки, внешний вид которого был очень своеобразным. «Я готова», — сказала Кака. Стоя на противоположной стороне арены, парень сжал рукоять меча, но не знал, что ему делать дальше. Все же его противником была девушка, к тому же еще и самая младшая среди всех. На какое-то время повисло молчание. «Признай поражение», — грубо сказал Джао Илун. Кака покачала головой. «Неа, тогда я не проявлю милосердия». «И я». Парень тут же сорвался с места, замахиваясь на девушку, но как только он оказался рядом с ней, та исчезла, повергнув всех в шок. Залла улыбнулась, увидев, что Кака начала действовать. Зал вольного ветра отправил в академию их обеих, и хотя в основном ее младшая сестра специализировалась на лечении, она владела и боевыми навыками. Кроме того, девушка неплохо сражалась, иначе ее бы просто не послали проходить испытания десятого звездного неба. Молниеносная скорость Кака удивила даже Лулу, потому что ее навык оказался не хуже, чем белая вспышка. Удар Джао Илуна пришелся на пустоту, но затем парень развернулся и начал размахивать мечом, вот только так и не задел девушку. Остановившись, Джао Илун снова сказал. «Говорю в последний раз, сдавайся». Кака покачала головой. Сила горы несметных мечей простирается на всю вселенную и способна разрубить даже пространство. «Ты больше не сможешь прятаться от меня, так что не вини, если умрешь», — крикнул парень и резко взмахнул клинком вверх, неожиданно призвав десять призрачных мечей. Десять призрачных клинков. Удивилась Зала. Глава 138. Кака поспешно использовала свою невероятную скорость, чтобы уклониться от атаки. Мечи Джао Илуна пронеслись сквозь пространство и отрубили часть подола короткого платья девушки, но ее саму не задели. «Сколько раз ты еще так сможешь увернуться?», — прокричал парень, продолжая бомбардировать как одесятью призрачными клинками. Навык меча Джао Илуна был потрясающим и тяжелым в освоении, но парень легко демонстрировал его. Хотя девушка все еще уворачивалась, но ей давалось это с большим трудом. Наш герой был слегка напряжен. Когда Джао Илун выхватил у него подарок на платформе бесконечного дождя, он также оказался под влиянием ауры меча. Комбинация из десяти клинков определенно не предел парня, кроме того, тот уже достиг сферы слияния. Кака задыхалась, но продолжала использовать свою гиперскорость. Иногда ее все же задевал один из мечей, но она старалась защищаться шприцем. Через некоторое время десять клинков Джао Илуна превратились в двадцать, а затем и в пятьдесят. В конце концов, над ним зависла сотня мечей, что выбили девушку из ритма и отбросили с арены. Достаточно, кака признает поражение. Громко сказала Золла, что поспешно появилась рядом с девушкой. Парень убрал свой клинок в ножны, тем самым развеяв технику, и спокойно ушел с площадки. Никто не удивился, что кака проиграла, но она смогла вынудить соперника использовать сотню мечей, что уже было достижением. Увидев, на что был способен Джао Илун, Луин ненароком подумал о своей уже бывшей невесте. Девушка тоже была ученицей горы несметных мечей, вот только, скорее всего, с ее-то талантом она могла легко призвать целую тысячу клинков. Победитель четвертого боя, Джао Илун, объявил Допаа. Кака, держа шприц, вернулась к остальным, но выглядела расстроенной. Лу обняла ее и воскликнула. Маленькая девочка, твоя скорость хороша, нужно будет потом посмотреть, кто из нас быстрее. Я не хочу с тобой соревноваться, а вдруг я выиграю и ты со злости побьешь меня? Пробормотала девушка. Зеленоволосая красавица опешила. Чего? Я разве такой человек? Пара пятого боя, прошу на арену. Наш герой вышел на поле и встретил за Лу. Женщина стояла перед ним, ее глаза мерцали. Сначала она была расстроена, что встретится с ним в самом первом бою, но теперь увидев четыре боя, ей стало все равно. Никто из здешних учеников не был намного хуже или лучше юноши, каждый был довольно силен. Изначально она думала, что в десятом звездном небе не будет сильных учеников, но каким-то образом тут собралась группа настоящих монстров. Да, испытание на поступление было чудовищно сложным, не таким, как у других ветвей. По сути, им пришлось пройти стандарт внутренней вселенной. В этот момент кака, держа шприц, медленно подкралась к Хьюзу и очень вежливо спросила. Ты сильно ранен? Давай я помогу тебе восстановиться? Парень, естественно, отказался. Зал Вольного Ветра уделял большое внимание лечению, но само по себе это дело не могло помочь выжить в космосе, где культиваторы могли убить тебя за секунду. Только что девушка показала всем невероятную скорость, но на что же способна Залла? Я знаю, что не смогу победить тебя, внезапно сказала женщина, глядя на Луиня. Юноша удивился. И, я атакую тебя своим сильнейшим навыком, прошу, будь помягче. Да, старший брат Лу, помягче со старшей сестрой. Прокричала кака. Наш герой рассмеялся. Хорошо, я постараюсь изо всех сил. Залла глубоко вздохнула и в тот же момент в ее руке появилась огромная серебряная игла, от вида которой по спине Луиня пробежал ледяной холодок. Если в него воткнут эту штуку, это же будет чертовски больно. В следующий момент женщина бросилась в атаку, бесцеремонно направляя иглу в лоб юноши. Наш герой легко уклонился, но Залла указала пальцем прямо ему в живот. И, прежде чем атака долетела, на Луиня обрушился мощный порыв ветра. Юноша почувствовал опасность и поспешно отступил. В этот же момент женщина прокричала и бросила в него большую иглу, что неожиданно разлетелось на множество мелких, после чего указала на него указательными пальцами. Кака хлопнула в ладоши от радости. Залла применила боевой навык зала вольного ветра, режущий палец крови. С ним можно было атаковать жизненно важные точки человеческого тела, и если попасть, то можно запечатать звездную энергию противника и даже обездвижить его. В общем, навык был убийственен, но сложен в исполнении, поэтому находился в числе лучших техник секты. Наш герой почувствовал, что на кончиках пальцев женщины собиралась точечная атака. Он не хотел быть избитым, потому поднял ладонь и ударил вперед. Мощная воздушная волна сотрясла пространство, отбрасывая иглы из Аллу, которая была выброшена с арены. Луинь отдернул руку, что сильно дрожало. Прошло много времени с тех пор, как он использовал ладонь пустоты. Сам навык был слабым, но в этом бою он все же решил попробовать усилить его, соединив с ладонью потоков. Он не стал рисковать и использовал лишь шесть волн, но этого как раз хватило, чтобы не навредить женщине и легко победить ее. «Я признаю поражение», — сказала Залла. Люди смотрели на юношу странными взглядами. В этой битве он не проявил никакой силы, но даже так был ужасен, победив своего противника в один ход точно так же, как и Сяло. Победитель пятой битвы, Луинь, сказал Допа. Наш герой кивнул женщине, вернулся к толпе и пощупал свой живот, все еще чувствуя небольшое онемение. Зал вольного ветра был не лыком шит. Неудивительно, что он находился во внутренней вселенной. Между ним и Заллой был большой разрыв, но женщина все равно оказалась опасной. Начинается шестой бой. Все сразу же сосредоточились на этом поединке, так как он был последним и в нем участвовали Мишели Хэйсюй. Среди первокурсников десятой ветви эти двое сильно выделялись. Девушка была из совета десяти приговоров, а мужчина обладал странным талантом, который пока никто не видел. Бой этих двоих определенно будет очень интересным. Сиапаа предупредил студентов, всем отойти подальше. Все отступили, оставляя Мишели Хэйсюю побольше пространства. Двое не стали ничего говорить и молча начали сражение. Девушка вынула короткий красный лук и тут же начала палить по противнику. Каждая из ее стрел искажала пространство, но мужчине было все равно, он даже не шелохнулся. Из его тела необъяснимо вырвался всплеск энергии, что заблокировал все стрелы соперницы. Толпа была потрясена их силой. Каждую стрелу Мишель можно было сравнить с сотней клинков Джа и Луна, однако Хэйсюю легко их блокировал, что даже пугало. Из-за этого парень выглядел уродливо. Он думал, что ему редко придется применять слияние мечей, но уже в самом первом бою против не самого сильного противника, ему пришлось применить этот навык. Если бы он столкнулся с девушкой или мужчиной, то, вероятно, сразу бы проиграл. Интенсивный бой продолжался, заполняя округу звуками взрывов. Луинь поражался каждой секундой боя. Он знал, что Мишель была очень сильна. В конце концов, она смогла присоединиться к главному совету десяти приговоров. Однако способности Хэйсюя удивили его еще больше. Мужчина оказался настоящим монстром, чью силу никто не мог понять. Арена содрогалась, а напор девушки становился все яростнее. Каждая ее стрела была не только острой, но и пронизывала пространство. Выражение лица Хэйсюя оставалось равнодушным, а земля вокруг места, где он все еще стоял, была разнесена в клочья. Через полных две минуты атаки Мишель закончились. Она слегка вздохнула и в шоке уставилась на мужчину, ведь тот не сделал ни шагу назад. Сяло изумился. Если он правильно понял, то дар небес Хэйсюя действительно ужасал. Даже вечно улыбающийся Сильвер стал более серьезным. Наш герой прищурился. «Ты так и собираешься дальше только защищаться?» Холодно спросила девушка. Мужчина посмотрел на Мишель и медленно поднял руку, которая тотчас стала вся черной. Увидев это, девушка замерла и подсознательно решила, что нужно уклоняться. Как только она отпрыгнула, в том месте, где она была, сперва появилось черное пятно, а затем последовал ужасающий взрыв, разрывающий пространство. Мощь удара была настолько большой, что взрывная волна отбросила Мишель более чем на 10 метров. Все резко застыли, поскольку видели, что атака Хэйсюя задела даже пространство, что было невозможно. В сфере слияния никто не мог этого сделать. В 10-й ветве не было подобного мастера, но мужчине это как-то удалось. Народ не знал, что и сказать, все были шокированы. Луин не понимал, почему атака этого черноволосого была такой ужасающей. Сяпа улыбнулся, вот почему я сказал вам отойти. Дар Хэйсюя, взрыв пространства, с таким противником нужно быть осторожным. Студенты были в ужасе. Взрыв пространства, как только слышишь это название, сразу приходит понимание, о чем шла речь. По правде говоря, пространство трудно разрушить, даже самую нестабильную его часть невозможно разорвать на уровне слияния. Наверное, только мастер Гра не сможет что-то сделать, но дар мужчины, он был особенным. Когда Хэйсюй пробудил его, то уже, по сути, обошел многих в боевой мощи. Мишель со страхом уставилась на противника. Она знала, что этот человек опасен, но не ожидала, что настолько. Мужчина молча шевельнул пальцами. Лицо девушки тут же скривилось и она отпрыгнула в сторону. В тот же момент снова раздался мощный взрыв пространства. Зрители решили отступить еще дальше, никто не хотел попасть под горячую руку. Густые клубы дыма заслонили почти всю арену. Мишель была подобна мышке, которой приходилось бегать от кошки, чего она еще никогда не испытывала, поэтому чувствовала раздражение. В это время наставники собрались высоко в небе, где Гуань Юй сказал. Сильный дар небес, но жаль, что сердце парнишки закрыто ото всех. С таким подходом далеко он не уйдет. Наставник Шахай закивал. Такой дар даже в первых трех ветвях был бы ужасающим. На своем уровне он представляет большую опасность, но как ты и сказал, с закрытым сердцем он не сможет понять, как им управлять. Оставьте мне его, попросил Гуань Юй. Другие не стали возражать. Бах. Раздался еще один взрыв. Мишель побледнела и тяжело дышала, а ее одежда была местами разорвана, обнажая белоснежную кожу. Глава 139. Всем было жаль девушку. Она была так сильна, но столкнулась с монстром. Все. Она больше не может терпеть. Сейчас начнется, пробормотал Допаа. Он уже видел, как сию и ранее заставила Мишель применить свой дар небес, который, к слову, тоже был очень мощным. В очередной раз избегая взрыва пространства, глаза девушки засияли ярким красным светом. Она не хотела использовать свой дар в первом сражении, но имея дело с таким противником, ей пришлось пойти на это. В следующий момент под ногами Мишель расцвел красный лотос. Он был красив и притягателен, как и сама девушка, что, стоя в его центре, стала походить на неотразимую демоницу. Хэйсюй шевельнул пальцем, выстреливая черным лучом в соперницу. Мишель тут же шагнула вперед и резко исчезла. В том месте, где она стояла, пространство, сотрясая землю, лопнуло, но девушка появилась уже в стороне и встала в стойку стрелка. Между ее рук сформировался красный лук и стрела, наконечник которой походил на лотос. Почти в тот же момент просвистел выстрел, направленный в черноволосого мужчину. Красная стрела привлекла всеобщее внимание. Хэйсюй щелкнул пальцами, направляя черную энергию в ее сторону. Когда же их атаки столкнулись, то не было никакого взрыва. Оба удара нейтрализовали друг друга, создав разлом и исчезнув. Это шокировало всех, ведь кто бы знал, что они увидят мастеров сферы слияния, которым подвластно разрушать пространство. Мужчина впервые удивился, но затем вновь щелкнул пальцами, выстреливая в Мишель черным лучом. Однако красавица поспешно избежала его атаки, а также ударной волны. Площадь их сражения была невероятно большой. Народ радовался, что своевременно отошел подальше, а то было бы неприятно оказаться между двух огней. Вот только в таком сражении, где атаки двух сторон были равны, кто победит. Взрыв пространства устремился к Мишель, окружив ее со всех сторон. Зрители затаили дыхание, понимая, что девушка была в опасности. Но на помощь ей никто не пришел, потому что в следующую секунду позади Хейсюя появилась еще одна Мишель и выстрелила ему в спину. Внимание черноволосого мужчины было сосредоточено на той девушке, которая стояла вдалеке. Он не ожидал, что возле него появится другая. Однако это была не какая-то гиперскорость, а иллюзорная ловушка. Спустя мгновение первая Мишель была поглощена взрывом и рассеялась на лепестки лотоса, а та, что появилась позади Хейсюя, попала прямо по нему. Все были потрясены даром девушки и предвкушали конец этой битвы. Раздался грохот, тело мужчины отбросило на десятки метров, где тот упал, поднимая столб пыли. Зрители молчали, ожидая, чем все закончится. Два брата Паа тоже таращились туда, куда упал Хейсюй. Им нужно было понять, каков был исход сражения. Мишель нахмурилась, этот бой выдался очень тяжелым. Она смогла победить только благодаря уловке, но почему-то чувствовала себя очень плохо. Через некоторое время раздался тихий звук. Внутри клубов пыли мужчина поднялся с земли. Девушка крепко сжала свои кулачки, ее красные зрачки ярко сияли, пока она смотрела на противника. Хейсюй медленно прошелся чуть вперед, совершенно невредимый. Лишь его верхняя одежда была слегка разорвана, обнажая татуировку клевера на правом плече. Компания Клевер воскликнула Залла. Все смотрели на руку мужчины, его татуировка действительно была логотипом компании Клевер. Мишель была удивлена, но, наконец, узнала происхождение своего соперника. Ходят слухи, что компания Клевер воспитывает талантливых мастеров, позволяя им какое-то время путешествовать по вселенной, набираясь опыта, после чего призывает их назад. Не ожидала, что это окажется правдой. Он точно один из талантливых ростков компании, проговорила Залла. Зал Вольного Ветра был похож на компанию Клевер, поэтому женщина уже слышала о том, что из себя представляют эти ростки. Мишель также слышала об этом, поэтому слегка побледнела. Мила говорила ей, что попасть в компанию Клевер, а тем более стать одним из ее ростков, было еще тяжелее, чем войти в Академию Звездного Неба. Хэйсюй посмотрел на свою соперницу и снова поднял руку. Девушка покачала головой. Хватит, я сдаюсь. Люди остолбенели от шока. Наш герой тяжело вздохнул. Звездная энергия Мишель была исчерпана, ее дар небес был силен, но и потреблял много сил. Дар Черноволосова, напротив, не потреблял много энергии, что еще раз подтверждало насколько тот был ужасен. Победитель шестого боя, Хэйсюй, объявил Допаа. Первый раунд закончился, победителями стали Сяло, Лулу, Сильвер, Джайлун, Луини Хэйсюй. Результат был немного неожиданным для всех студентов. Думая о Черноволосом мужчине, все неосознанно посмотрели на нашего героя. Видимо, это судьба, что эти два монстра встретятся во втором раунде. Старший брат Лу, не переживай, если проиграешь, ты сможешь взять реванш в будущем, кака взяла юношу за руку и попыталась его утешить. Луини опешил, что она уже списала его со счетов. Но я же еще даже не сразился с ним. Девушка надула губы. Да ты же видел, какой мощной атакой Мишель попала по нему, а он даже не поранился. Юноша покачал головой. Он не знал, смог ли кто-то из студентов это увидеть, но Хэйсюй заблокировал атаку девушки, а не принял ее своим телом. Вокруг него всегда был слой защиты и стрела просто не смогла его пробить. Кроме того, сила Мишель была переоценена. Она не могла разорвать пространство. Просто так совпало в момент высвобождения силы Дара Черноволосова. Но объяснять он этого как и не стал. Кахэм, чтобы не терять времени, сразу продолжим соревнование. Седьмой бой. Сяло против Лулу. Объявил Допа. Мужчина тотчас направился на арену и посмотрел на соперницу. Девушка стукнула кулаками друг от друга, показывая свой боевой настрой. Хотя Лулу и выглядела, как очень милая и красивая девушка небольшой комплекции, но ее поведение было бойким, из-за чего она смахивала на мальчишку. Каждый раз, когда наш герой видел ее такой, он вспоминал о той гигантской черепахе. Будь осторожен, я не буду жалеть тебя, сказала Лулу. Сяло кивнул. Действительно, так как ты уже в сфере слияния, мне нужно быть с тобой осторожным. Девушка смахнула свои зеленые волосы назад и бросилась в атаку. Земля потрескалась от ее скорости и мужчина спешно сделал два шага назад, как тут же раздался приглушенный звук. Лулу ударила кулаком вперед, выстрелив по противнику сжатым конусообразным воздушным потоком. Однако поскольку Сяло своевременно отошел, ему было проще заблокировать этот удар. Девушка со злости фыркнула и исчезла с помощью белой вспышки. Появившись возле мужчины, она замахнулась по нему ногой. Сяло тоже встретил ее атаку, подняв ногу. Сила обоих сторон была настолько мощной, что когда они столкнулись, то земля под ними провалилась и пара упала в яму. В то же время из-за этого во все стороны от впадины начали распространяться огромные трещины, одна из которых почти достигла места, где находились Лу и не другие. Все были удивлены тем, насколько мощным было их сражение, хотя оба не использовали ни одного боевого навыка. Мишель была в шоке, она чувствовала угнетающее давление от Сяло и Лулу. Берера круга затряслась и трещины стали шире, расколов всю землю площадки на куски. Всем пришлось взлететь в небо, чтобы продолжить наблюдение. Бум! Зеленоволосая красавица уже давно знала, что мужчина обладал сильной способностью, ослабляющей звездную энергию. Из-за этого она не использовала ее вообще, но тот каким-то образом держался против нее, члена клана Мобиус. Ранее девушка была расстроена, что не смогла выиграть у нашего героя чистой физической силой, а теперь еще и Сяло. Она испытывала унижение, потому что в боях, где применялась физическая сила, клан Мобиус никогда не проигрывал. Лулу со злости громко закричала, как вдруг позади нее появилась тень огромного дерева, что повысило ее силу. Затем она рубанула по мужчине свирепым ударом. Разрушительная мощь девушки повлияла на землю вокруг сильнее, чем во всех предыдущих сражениях. Все в радиусе километра превратилось в огромный кратер, над которым поднялись дым и песок. Кака прикрыла рот. Ужас-то какой! Взлетев в небо, Лулу огляделась и с недовольным выражением лица сказала. Я проиграла. Все резко растерялись, почему она сдалась. В это время из земли вылез Сяло и принялся отряхиваться. Лулу, ты такая буйная, чуть было меня не сломала. Девушка закатила глаза. Ты еще смеешь издеваться надо мной, когда выиграл. Да пообъявил. Победитель седьмого боя, Сяло. Многие были озадачены, так как никто не понял, почему Лулу проиграла. Луинь начал осматривать подругу и заметил на ее шее кровоточащий порез. Он сразу понял, что будь это настоящий бой, то девушка осталась бы без головы. Но когда мужчина атаковал, то он не видел, чтобы тот что-то делал. Глава 140. Итоги битвы заставили Сильвера окончательно убрать с лица улыбку. В глубине его глаз появился блеск настороженности. Хайсюй уставился на Сяло и невольно сжал кулаки. Наставник границы испытаний, который сидел возле трансграничного камня, медленно закивал. Декан был прав, что решил поставить на этот молодняк. Судьба десятой ветви должна измениться. Старик Цай, находившийся в небе с остальными, пробормотал. Многие великие силы заточили своих самых талантливых гениев в криокамеры, чтобы дождаться предсказания секты Собирателя Звезд. Неужели этот ребенок один из пробужденных? Тем временем народ перебрался дальше на десятки километров от разрушенной арены. Идапа объявил. Восьмой бой. Джай Лун против Сильвера. Парень вышел вперед с мечом в руке, сверля холодным взглядом мужчину, что ему улыбался. Все молчали, но предполагали, что Сереброволосый победит, поскольку тот вызывал у них такое же чувство, как и Сяло. Извини, я признаю поражение, сказал Сильвер. Народ резко удивился. Почему он сдался? Старший Паа опешил. Ты уверен? Я не противник мастеру горы несметных мечей. Единение сотен клинков меня пугает. Джай Лун рассердился. Ты просто притворяешься. Конечно нет, я восхищаюсь твоей силой, сказал мужчина и покинул площадку, но перед этим кивнул нашему герою, который хотел сразиться с парнем. Мечник был разгневан, потому что не чувствовал искренности в словах Сереброволосова. Стой, сражайся со мной. Сильвер посмотрел на Допаа. Старшекурсник был в растерянности. Он впервые столкнулся с подобной ситуацией, но, с другой стороны, правила не были нарушены. Победитель восьмого боя, Джай Лун. Я не согласен с этим, он смотрит на меня свысока. Взревел парень, указывая мечом на спину мужчины. Не уходи, это соревнование первокурсников. Здесь все серьезно. Сереброволосый обернулся и показал на Луиня и Сяло. Вместо того, чтобы соревноваться со мной, лучше прибереги свои силы на вон тех двоих. Мечник стиснул зубы, но больше не стал ничего говорить. Сяпаа подошел к нему и похлопал его по плечу. Забудь, ты выиграл. Джай Лун был обижен, он не хотел так побеждать. Сначала кака, а теперь это, ну что за несправедливость. Возвращайся, победа есть победа, приказал Допаа, после чего объявил. Девятый бой, Луинь против Хэйсюя. Все поспешно отошли подальше и заняли места поудобнее. Народ ждал этого поединка с нетерпением. Во-первых, они хотели увидеть истинную силу юноши, поскольку тот в последнее время прославился чуть ли не на всю вселенную, а во-вторых, им было интересно, кто же сильнее. Мужчина вышел на арену. Все, что на нем могло напоминать о битве с Мишель, это лишь слегка разорванная часть верхней одежды. Каждый из бойцов находился под сильным давлением. Оба не смели недооценивать друг друга, поэтому решили биться со всей силы. Не церемонись, Хэйсюй выстрелил черным лучом в лицо нашему герою. У всех перехватило дыхание, потому что даже со стороны народ понял, что черноволосый мужчина использовал свой дар на полную катушку. Хотя Хэйсюй ни с кем не разговаривал, он слышал о силе Луиня и однажды даже видел его безжалостный удар. Юноша не нервничал и резко исчез с места, где секундой после раздался взрыв. Он промчался сквозь пустоту и оказался рядом с соперником. Все повторялось точно так же, как с Мишель, вот только у девушки не хватило силы пробить мощную защиту мужчины. Наш герой поднял ладонь над черноволосым, в глазах которого стояли презрения и безразличия. Он явно был уверен в своей защите, ведь даже Мишель оказалась против нее беспомощна. На лице Луиня заиграла легкая улыбка и он взмахнул усиленной в девять раз дрожащей ладонью, добавив в эту атаку боевой дух, похожий на полупрозрачную белую дымку. Стоявшие в толпе братья Пааа, Сильвер и Сяло одновременно застыли от шока, уставившись на руку юноши. Бум! В следующий момент мощная воздушная волна сотрясла пространство в радиусе 10 метров. При зрении в глазах Хэйсюэ мгновенно сменилось шоком, а затем и ужасом. Лицо мужчины покраснело и изо рта у него потекла кровь. Хотя он все еще стоял на том же месте, но провалился под землю из-за мощной удушающей силы, от которой чуть было не потерял сознание. Все уставились на нашего героя, не зная, что и сказать. Никто не думал, что он победит Черноволосого из компании Клеви родним ударом. Тот, кто противостоял дару Мишель, оказался бессилен перед парнем. Как разинула рот, ее глаза неподвижно застыли на фигуре Луиня. Мишель насупила брови и сжала кулаки. Сяло слегка кивнул, будто подумал о чем-то и улыбнулся. Да поэсяпо заметили в глазах друг друга шок. Хэйсюэ был тем, кого они считали фаворитом соревнования, но тот неожиданно был побежден всего одним ударом противника. Наш герой взглянул на свою руку и понял, что даже усиленной дрожащей ладони не хватило пробить защиту мужчины. Только боевой дух смог пройти через блок, да и то, скорее всего, потому что Черноволосый был неосторожен. Тем не менее он также мог воспользоваться ладонью пустоты, усилив ее до максимума. Его неожиданное улучшение физического тела позволило ему делать то, что было недоступно многим. Вскоре Хэйсюэ вылез из ямы и сел на землю. Народ посмотрел на него, пытаясь понять, в каком он сейчас состоянии. Однако их предположения оказались верны. Мужчина долго не мог встать, а когда поднялся на ноги, то все увидели на его груди кровавый отпечаток ладони. Черноволосый молча взглянул на юношу и тихо ушел с площадки. Люди вновь обратили свое внимание на Луиня. Для всех он был самой настоящей темной лошадкой, что неожиданно оказалось сильнее Хэйсюэ. Мишель уставилась на юношу. В десятом звездном небе был такой сильный первокурсник. Да если поставить его на уровень мастеров трех первых ветвей Академии, то он бы даже там был одним из лучших. В этот момент Джай Лун находился под самым большим напряжением, так как ему предстояло сразиться с непостижимым Сяло или нашим героем. В девятом поединке победил Луинь. Чтобы сэкономить время, следующий бой будет последним, поэтому участвовать будут сразу трое прошедших в финал. Юноша тотчас посмотрел на Сяло и тот сказал ему, брат Лу, вот мы и встретились в настоящем бою. Отлично, смогу понять твою силу. Я согласен, мне тоже любопытно опробовать твои навыки на вкус. Оба разговаривали друг с другом, наплевав на стоявшего в стороне парня, который также вышел на арену. Это смутило мечника, чей внутренний гнев воспылал с новой силой. Когда все было готово, бой начался. В мгновение ока на глазах у всех наш герой и мужчина столкнулись лоб в лоб самыми обычными атаками ладоней, но даже так это вызвало мощные колебания, разрывающие окружающую землю. Всем отступить! Поспешно прокричал Допа. Луинь был удивлен, он высвободил девятикратную дрожащую ладонь, но лишь три волны действительно попали по сопернику, а остальные были необъяснимым образом развеяны. Улыбка на лице Сяло засияла еще ярче. Он наконец-то понял, почему черноволосый не смог выдержать удар нашего героя. Благодаря девятикратному усилению и боевому духу атака юноши могла пройти даже самую прочную защиту, включая его собственную. Благо ему повезло, Луинь не использовал боевой дух, поэтому он остановил шесть волн из девяти. Раздался мощный грохот и оба противника отскочили друг от друга. Когда юноша соприкоснулся с землей, он использовал технику звезды, окружив себя семью светилами. Наш герой не забыл то таинственное поражение. Луинь не хотел проигрывать также. Взгляд мужчины был прикован к ладони Луиня. Сейчас он выглядел очень серьезным. Хотя некоторые боевые навыки можно было обезвредить с помощью звездной энергии, но так было не со всеми, иначе в них вообще не было бы никакого смысла. Сдавайся! Прокричал юноша, направляя на село левую ладонь, над которой кружились семь звезд, и правую, где была усиленная в девять раз дрожащая ладонь. Мужчина и наш герой атаковали одновременно, но оба ударили правыми руками в сторону Джаэлона, что, наконец, начал действовать. Бедолага оказался под двумя мощными атаками, которые попросту сдули его, отбросив на сотню метров за арену. В то же время левые ладони двух соперников столкнулись друг с другом. Звездная ладонь с семью светилами была равна по мощи усиленной дрожащей ладони, к тому же рассеять ее было невозможно. Луинь был уверен, что эта атака настигнет свою цель. Так оно и произошло, однако, Когда Сяло отбросило ударом, он успел щелкнуть пальцами, посылая в шею юноше невидимую острую волну энергии. Глава 141. Луинь не заметил эту атаку, но почувствовал ее техникой звезды, что заранее активировал. В последний момент ему удалось избежать этого удара и остаться невредимым. Успешно увернувшись от скрытой атаки, юноша посмотрел на соперника. Внешне мужчина был мягким, однако внутри него сидел настоящий злодей. Его контроль над звездной энергией был поразительным и превзошел всех первогодок. Что черт возьми тот увидел в звездном павильоне, в котором проводил большую часть времени. Ты опасный противник. Воскликнул наш герой. Сяло прокашлялся, прежде чем ответить. Уж кто бы говорил. Жаль только, что мне не удалось показать всей силы. Луинь потерял дар речи. Это была не вся сила. Да ни один нормальный человек даже этот удар не смог бы заблокировать. Глядя на своего соперника, юноша понял, что тот скрывал в себе еще много козырей, а также осознал, что использовать против него звездную энергию будет большой ошибкой. Кажется, ему оставалось лишь воспользоваться боевым духом. Уж что-что, а его мужчина контролировать точно не мог. Подумав об этом, наш герой сжал кулаки и почти в то же время из его тела вышла белая дымка. Но Сяло тут же поднял руку. Я сдаюсь. Луинь обомлел, как и другие. Они ведь только начали бой, почему он сдался? Мужчина заметил опешивший вид юноши и решил объяснить, что мне еще делать, если ты будешь использовать боевой дух. Я ничего не могу с ним сделать на данный момент. Наш герой убрал боевой дух и слегка кивнул. Он уже догадывался об этом, поэтому понял, почему Сяло сдался. Дело не в том, что мужчина был слабее, его физическая сила была неплохой, однако, в сравнении с Луиньем он уступал в этом, кроме того, у юноши был еще и боевой дух. Победителем последней битвы стал Луинь, огласил Дапа. Если среди проигравших есть желающие, любой может бросить ему вызов, добавил Сяопа. Джаэлун с трудом поднялся, посмотрел на всех и внезапно понял, что среди первокурсников он был одним из худших. Хуэй Байи не хотел сражаться, он проиграл в первом раунде, а потом своими глазами смог увидеть мощь нашего героя, Сяло и других. Мужчина не был настолько глуп, чтобы биться лбом остальную стену. Лулу вдруг загорелась и взволнованно уставилась на Луиня, но тот показал ей рукой, что не хочет сражаться. Красавица тотчас надулась и отвернулась от него. Хорошо, на этом соревнование официально завершено. Луинь победил, а значит, с этого момента он глава всех первокурсников 10-й ветви. Теперь он ответственен за первогодок и имеет право судить вас в пределах разумного. У кого-нибудь есть возражения? Громко сказал младший Паа. Толпа была в шоке. Какой еще ответственный? Судить, а не слишком ли много власти для одного человека? Мишель возразила первой. Мы пришли в академию учиться, с чего мы должны слушаться студента того же года обучения. Хуэй Байе тоже был против. Я из семьи Байе, никто мне не указ. Мэн Юэ лишь показательно фыркнул, но и так было понятно, что он против. Хотя остальные молчали, их взгляды говорили за них. Все были не согласны с этим. Даже сам юноша был удивлен такой странной наградой за первое место. По сути, он своим статусом мог сдерживать потенциал других. Ся Паа попытался успокоить младших. Он может следить за вами и судить, но это не значит, что он может контролировать вашу свободу. Если вам покажется, что он превышает свои полномочия, вы можете подать на него жалобу наставникам. Кроме того, так устроена вся академия звездного неба, а не только конкретно наша ветвь. Просто в других академиях таких лидеров привыкли называть мастерами царства. Люди снова удивились, потому что никогда не слышали ничего о мастерах царства. Только Мишель и Хуэй Байе имели поверхностное представление об этом. Они слышали, что мастером царства мог стать лишь сильнейший студент ветви, поэтому он был один. Если судить по силе, то тогда не так уж и странно, что Луинь стал мастером царства. Могу сказать так, студенческий совет звездного неба может влиять на местонахождение ветвей и их структуру, так что власть старшего ученика одного с вами потока ничто по сравнению с ними. Если вас так это не устраивает, вы можете покинуть академию, никто возражать не будет. Серьезным тоном заявил Допа, смотря на первокурсников с отвращением. Видимо, ему не понравилось то, как все отреагировали на правила академии. Народ промолчал, никто никуда не уходил, все решили смириться с ситуацией. Наш герой тем временем пытался переварить тот факт, что он стал мастером царства, но без своего царства, так как он еще даже не был в трех сферах и шести кругах. Возможно, в будущем все изменится, но кто знает, что там будет. Кстати, есть еще одна награда, предназначенная для всех вас, сказал Сиапа и обратился к небу. Наставники, вы закончили выбирать? Первогодки в недоумении посмотрели наверх. Первым раздался глубокий голос наставника Шахая. Лулу Мобиус, Мэн Юэй Хью, ступайте в пустыню надежд. Сильвер, Хэй Сюэй Джайлун, идите на платформу бесконечного дождя. Залла и Кака приходите в звездный павильон. Сяло и Хуэй Бай, я жду вас возле трансграничного камня. Луи не Мишель, приходите в павильон сокровищ. Все были в замешательстве, но младший поразвеял их сомнения. Поздравляю, теперь у вас есть свои наставники, ступайте к ним и усердно учитесь. Ребята обрадовались. Наш герой был взволнован, ведь, наконец, у него появился наставник. Это было очень значимое событие, поскольку ранее он получил небольшую помощь от Гуаньюя и Шахая. Если же у него будет постоянный наставник, который будет ему помогать, то насколько быстро он будет развиваться. Все, ступайте, наставники ждут вас, да поохлопнул в ладоши, приводя младших в чувство. Сяло кивнул и сразу же ушел. Сильвер и остальные также разошлись туда, куда их позвали. Лулу перед уходом грозно помахала Луиню кулаком. Мишель была единственной, кто не отошла от увиденного на соревновании. Сила первокурсника в десятой ветви выходила за грань ее воображения, так как даже она выбыла в первом раунде. Что же будет, когда этих монстров натренируют наставники? Наш герой посмотрел на девушку. Старик Цай позвал их к себе, но она будто вообще этого не слышала и продолжала глазеть в одну точку. «Эй, пошли в павильон сокровищ», — сказал юноша. Мишель пришла в себя, бросила на него равнодушный взгляд, повернулась и ушла. Луинь пожал плечами, сетуя на характеры двух сестер, похожих на две крайности. Одна была очаровательной и дружелюбной, а другая — холодной, как айсберг, но в то же время соблазнительной. Когда все ушли, Дапа пробубнил. «Я не ожидал, что мы наберем стольких гениев, особенно когда ветвь на грани краха». Удивлен, что Декан смог заставить наставников действовать. Сиапа вдруг сказал. «Брат, мы тоже должны стараться, а то младшие будут смотреть на нас свысока». От этих слов у мужчины разболелась голова. «Черт, я еще могу сразиться за статус главы региона, но вот за титул мастера царства, навряд ли. Девять мастеров царств в девяти ветвей очень сильны, даже для нас вместе взятых. Мы не можем сдаться, но пока стоит поднабраться сил, еще рано действовать», — сказал парень. «Мы с тобой уже давно не сражались. Интересно, забыл ли народ наши имена в боевом царстве? Надеюсь, хоть кто-то вспомнит. Павильон сокровищ, как всегда, был тихим. Старик цай встретил юношу и девушку, молча осмотрел их со всех сторон и, зевая, сказал. «Честно говоря, я не знаю, как преподавать другим, поэтому буду выдавать вам различные задания. Постарайтесь выполнять их как можно быстрее. Но я уже смотрела задания Академии, там нет ничего того, что мне бы подходило», — сказала Мишель. Наставник махнул рукой. «Это не миссия Академии, а мои личные задания. Я сам оказался в невыгодном положении, когда декан поручил вас обучать, но даю вам шанс решить, будете вы их выполнять или нет». Девушка о чем-то подумала, выслушав старика, а затем кивнула. «Хорошо, я буду выполнять задания. А ты, наставник, посмотрел на Луиня. Я не против. Вот и хорошо, тогда ступай в боевое царство и выиграй сотню раз, после чего отправляйся в шесть кругов испытаний». Юноша обрадовался. «Шесть кругов? Я смогу пойти туда? Не спеши, сначала сделай сто побед в боевом царстве. Все, можешь идти. Не мешай старику думать, какое задание подойдет для этой девушки». Нетерпеливо проворчал наставник павильона сокровищ. Наш герой взглянул на Мишель, затем развернулся и ушел. Старик Цайс минуту размышлял, что же предложить, как вдруг его глаза загорелись. Точно, вспомнил. «Я нашел одно хорошее место, оно тебе должно подойти». Девушка почему-то была совсем не рада тому, что наставник выглядел радостным. Когда Луинь пришел к границе испытаний, то не увидел Салоиху и Байе, хотя, по идее, их должен был учить старик, что был ответственен за трансграничный камень. Однако это было и не важно, у него была цель заполучить 100 побед, чтобы как можно быстрее отправиться в 9 царств испытаний. С нынешней силой юноши победить мастера слияния было относительно легко. Лишь с мастерами грани придется пободаться, но даже над ними был шанс задержать верх. В первый день наш герой выиграл 19 боев и 5 проиграл. Последние 8 поединков ему встречались только мастера граней. Бои против них были кровавыми и требовали от него использовать все, чем он владел, но наградой за его старания стало улучшение боевого духа. На следующий день Луинь одержал лишь 13 побед. Ему сильно не везло, он постоянно встречал сильных противников. Юноша, разумеется, старался что-то им противопоставить, но они были настолько сильны, что ему пришлось в какой-то момент выйти из боевого царства и просидеть возле трансграничного камня пару часов, чтобы перевести дух. Глава 142 К середине пятого дня нашему герою удалось достичь своей цели. Луинь 100 побед и 73 поражения. Юноша вышел из тумана трансграничного камня и вздохнул с облегчением. Было нелегко. За пять дней он столкнулся со многими очень сильными противниками, которые не давали ему и шанса что-то сделать в сражении. Противники сферы слияния уже не представляли для нашего героя какой-то проблемы. Он даже мог победить обычного мастера сферы грани, но вот те, кто обладал более высокой силой, были ему не по зубам. Черт, как меня угораздило в последние два дня постоянно натыкаться на мастеров домена небесного скитальца. Луиня это озадачила. За пять дней он выиграл максимум 12 боев подряд, что уже было неплохо, ведь Допаа сказал ему, что одержав серию из 30 побед, можно претендовать на место в рейтинге «Звездного неба», и если повезет, попасть туда. Подумав об этом, юноша подошел к наставнику границы испытаний и уважительно спросил. Наставник, могу ли я войти в девять миров испытаний? Старик открыл сонные глаза. Ладно, иди. Наш герой был сбит с толку. Идти? Куда? Наставник указал себе за спину и замолчал. Луинь поклонился старику, после чего обошел его и махнул рукой. В пространстве тут же появилась рябь и часть его пальцев исчезла куда-то внутрь невидимого прохода. Юноша ранее слышал, что сильные мастера за пределами сферы ловца были способны открывать пространственные проходы. Похоже, это было правдой. Сделав глубокий вздох, наш герой просунул руку чуть вперед и сжал ладонь. Ничего не почувствовав, он решительно вошел в проход. Когда Луинь исчез, наставник открыл глаза и посмотрел ему вслед. Пройдя через невидимый проход, юноша увидел огромную возвышающуюся гору, пределов которой не было видно. Она просто преграждала путь вперед и была настолько высокой, что уходила куда-то за облака. Эта гора является ключом ко входу в три сферы и шесть кругов. Чтобы войти в одно из девяти царств испытаний, просто произнеси его название. Твое сознание перенесет в другое пространство точно так же, как с трансграничным камнем, но тело останется здесь. Можешь не переживать, никто не причинит тебе вреда. В ушах нашего героя прозвучал голос наставника границы испытаний. Луинь еще раз осмотрел гору с небольшим удивлением. Оказывается, она и была ключом в девять легендарных царств испытаний, а также величайшим сокровищем десятой ветви. Юноша подошел к горе и сел в позу лотоса. Немного подумав, он, наконец, сказал. Круг чистилища. В следующий момент тело нашего героя будто оцепенело, а когда он открыл глаза, то осознал, что находится в черном пространстве, где все вокруг, даже трава и вода, было черным. Луинь осмотрел свое тело, оно было точно таким же, как и настоящее. Это сильно отличалось от того, что было в боевом царстве, так как в том месте сохранялась лишь форма тела и часть внешних черт, не более. Юноша оглянулся вокруг, затем подошел к черной реке и в отражении увидел на своей ладони цифру 10. От этой цифры исходил слабый свет, а означал он принадлежность к ветве. Пройдясь чуть дальше, голова нашего героя внезапно закружилась, а в его уши ворвалось множество странных звуков, будто он оказался на каком-то оживленном месте. Его душа и тело оказались под мощным давлением, которое, наверное, можно было сравнить с увеличенной в 50 раз гравитационной силой. Покачав головой и постояв на одном месте, чтобы привыкнуть, Луинь горько улыбнулся. Он начал все больше понимать царство испытаний. Оно было куда интереснее, чем боевое царство. Вскоре после того, как Юноша вошел в круг Чистилища, по человеческому звездному региону пронеслась шокирующая новость. Их раса проиграла. В настоящее время вселенная была разделена на четыре звездных региона. Человеческий монстров, технологический и безымянный. Четыре звездных региона вели бесконечные войны. С древних времен и по сей день никто не знал, сколько они шли, но погибло в них несчетное количество жизней. Однако каждый из регионов удерживал свои территории и суверенитет, пока не случилось нечто неожиданное. Звездный регион монстров объединился с технологическим против человечества. Человеческая раса потерпела поражение в решающей битве, в результате которой погибло множество мастеров и началось вторжение на территорию людей. Последствием всего этого стала потеря одной трети территорий. Девятое звездное небо не пострадало, потому что своевременно эвакуировалось в другое место. Поражение потрясло человеческий звездный регион. Это разозлило многих и почти что вызвало хаос. Некоторые хотели собрать силы и контратаковать, но здравомыслящие приняли решение, что лезть нараженно два звездных региона было слишком рискованно. Из-за этого боевой дух человеческой расы пал ниже плинтуса. В этой ситуации декан первого звездного неба предложил молодежному совету как можно скорее провести соревнование десяти ветвей, чтобы поднять боевой дух и простимулировать младших в их развитии. Совет десяти приговоров согласился провести великое соревнование, а также собрался выдать доступ всем культиваторам определенного уровня, чтобы те смогли лично лицезреть бой молодежи. В то же время были объявлены награды, среди которых самой желанной стала мощная техника, унаследованная с древних времен. Как только решение было вынесено, весь человеческий регион забурлил. Новость об этом распространилась очень быстро и всего за пару часов достигла отдаленных краев внешней вселенной. Четвертое звездное небо. Соревнование десяти ветвей является очень важным. Из-за поражения в войне звездных регионов нам нужно повысить боевой дух нашей расы. Награды тоже стоят своего внимания и борьбы. За первое место тяжело будет бороться, но вот оказаться в первой десятке я непременно должен. Шестое звездное небо. Я долго ждал этого момента. Да, Бо, я не верю, что ты настолько силен, и докажу это на соревновании. Седьмое звездное небо. Черт, награды слишком заманчивы. Они точно заставят пробудиться многих сильных мастеров, так что скоро ожидается пополнение во всех десяти ветвях. Чую, соревнование будет очень интересным. Восьмое звездное небо. Ланг, больше не беспокой меня, но следи за фэншеном, я хочу узнать его пределы. Мастера царств точно будут бороться за первые десять мест, тогда-то я и сражусь с ним и заберу его место. Девятое звездное небо. В предыдущих соревнованиях первые три ветви всегда занимали половину десяти лучших мест, но на этот раз все будет по-другому. Я не верю, что не смогу заполучить для своей академии лучшее место. В десятой ветви наставник Шахай, мучивший Хьюза, вдруг посмотрел на свой терминал и задумался. Захотели использовать соревнования десяти ветвей для повышения потенциала расы и набора новых солдат? Неплохо, по крайней мере это заставит засидевшиеся великие кланы действовать. Как только новость о соревновании десяти ветвей распространилась по вселенной, великие семьи начали отправлять своих младших в Академию Звездного Неба. Многие среди этих сил считались вымершими, но, видимо, значимость соревнования оказалась настолько высокой, что даже они вылезли из своих нор. Вот только никто не хотел вступать в десятую ветвь. Соревнование было для всех очень важным, а она уже давно была над ней и люди потеряли к ней доверие. Единственными, кто хотел к ней присоединиться, были силы внешней вселенной, но, к сожалению, они были слишком ничтожны в глазах десятого звездного неба, поэтому наставник Шахай закрыл Академию и никого не принимал. Каким бы хаотичным ни был внешний мир, у нашего героя были проблемы посерьезнее. В этот момент он стоял на сломанном мосту, на противоположной стороне которого находился мужчина, что сверлил его ледяным взглядом. Проваливай. Луинь сощурил глаза. Давай-ка повежливей. Незнакомец взглянул на тыльную сторону его ладони и, увидев десятку, рассмеялся. Десятая ветвь. Давно ее не видел. Не ожидал, что кто-то из вас решит прийти в чистилище. Но это не важно, убирайся, или я убью тебя. В глазах юноши промелькнула ярость и в следующее мгновение он появился прямо перед мужчиной. Незнакомец был в бешенстве и громко проревел, замахнувшись ногой на нашего героя. Умри. Однако Луинь ловко схватил его ногу и опрокинул того прямо на ветхий мост, разрушив его окончательно. Кхек-ха, мужчину вырвало кровью, после чего он в ужасе уставился на юношу. Ты-ты не в сфере слияния. Наш герой холодно сказал. Как ты смеешь вести себя так надменно с такой ничтожной силой? Да даже если бы ты был в десятой ветве, то оказался бы там самым слабым. Культиватор был сильно напуган, но не верил словам Луиня. Десятая ветвь общеизвестна была самой слабой. Сам он, разумеется, не был самым сильным в своей ветве, но вот напавший на него парень, вероятно, таковым являлся. Иначе как бы его так легко победили? Отчасти мужчина угадал. Юноша действительно был самым сильным в десятой ветве, но то, что он сказал, тоже было верным. Расскажи мне, где тут ближайшее тренировочное место? Холодно спросил наш герой. Меньше чем в 500 километрах отсюда есть ущелье копий. То место напоминает форму длинного копия и наполнено смертоносной аурой. Ходят слухи, что там кто-то научился мощному навыку копия, но это не точно. Кто глава здешнего региона? Задал следующий вопрос Луинь. Незнакомец в ужасе ответил. Фанькеле, он студент шестой ветви. Насколько он силен? Очень сильный. Он на пике сферы грани, а еще превосходно владеет копьем и у него две метки боевого духа. Юноша изумился, что у того человека были две метки боевого духа. Это было удивительно, так как у него у самого была пока что лишь одна. Сражаться с таким противником для него будет крайне опасно. Глава 143. Луинь был удивлен силой Фанькеле и намерения сражаться с ним у него не было, поэтому он задал другой вопрос. Почему ты начал меня прогонять, как только увидел? Мужчина опешил. Ты что, впервые в царстве испытаний? Глаза юноши блеснули ледяным светом и он резко взмахнул рукой, ударив небесным когтем зверя чуть выше головы культиватора, чем перепугал того до тряски и заставил отвечать на поставленный вопрос. В царствах испытаний можно услышать голоса древних времен. Они могут нашептать о навыках, техниках или каких-то тайнах, но шанс очень мал. Однако если в одном месте очень много людей, то этот шанс становится совсем мизерным, потому каждый старается сторониться других и, занимая подходящее место, отгоняет посторонних. Наш герой не особо поверил в это. Неужели в царствах испытаний на самом деле можно услышать голоса древних? Через некоторое время Луинь отпустил мужчину. Тот был обычным студентом сферы слияния шестой ветви и владел ограниченной информацией, к тому же даже не имел права войти на тренировочное поле. Тем не менее с его помощью юноша узнал, что в царстве очень много людей, но благо все они находились довольно далеко. Что касается его планов, то сперва он хотел сходить в ущелье Копи и понять, что из себя представляют тренировочные площадки. Круг чистилища был очень большим и черным. Находясь под 50-кратным давлением, быстро ходить у нашего героя не выходило летать, разумеется, тоже. Кроме того, нужно было защищаться от внезапных нападений, потому что, помимо студентов, в царствах испытаний были своеобразные существа, которых называли призрачными воинами. Из слов того мужчины, эти призраки – образы древних мастеров, что некогда сражались здесь. Точного доказательства этому не было, но после бесчисленных лет исследований, а также случаев, подтверждающих теорию, люди узнали, что призрачные воины – это совокупность боевых характеристик мастеров, с которых был взят образ. Из-за того, что они были очень агрессивными и не имели эмоций, сражаться с ними было очень сложно, студенты старались их по возможности избегать. Конечно, вероятность формирования призрачного воина была очень мала, иначе за бесчисленное количество лет их стало бы настолько много, что пришлось бы без конца зачищать царство испытаний. Поэтому самым страшным врагом в этом месте по-прежнему оставались ученики. Сперва Луиню показалось странным описание призрачных воинов. Они были чем-то вроде противников, призванных создателем царств испытаний. Следовательно, если представить, что все это было своего рода игрой, то призрачный воин – монстр, необходимый для проверки. Значит, чем сильнее был мастер, тем сильнее будет призрачный воин. Разве царство испытаний не были созданы древними мастерами Академии Звездного Неба, задался вопросом юноша. Затем он огляделся, посмотрел наверх и увидел огромную планету. Она походила на Луну и была не одна, таких на всю территорию чистилища было целых три, потому в столь черном месте видимость была относительно хорошей. Чем дальше наш герой шел, тем чаще встречал следы на Земле. Пройдя еще несколько часов, они стали отчетливыми. Он понял, что, должно быть, находился недалеко от ущелья копий. Берер земля содрогнулась и по округе разнеслась ударная волна, искривляя пространство и вырывая с корнем черные деревья. Луинь подошел поближе к эпицентру Грохота и, спрятавшись за поваленным деревом, увидел впереди двух сражающихся студентов. Они оба были в сфере грани и использовали длинные копья. «Ты еще слишком слаб, так что, пока я тут, можешь забыть о том, чтобы пройти к ущелью копий», – закричал один из мастеров. Другой ученик, стоявший напротив него, выглядел злым. «Не тебе решать, куда мне идти, и ты не сможешь помешать мне стать сильнее. Если продолжишь мне препятствовать, то я обязательно проучу тебя, когда выпущусь и стану советником молодежного совета. Бред не неси, только сильнейшие выпускники могут стать советниками молодежного совета. Бум!» Землю снова встряхнуло мощным давлением. В Академии Звездного Неба было не так много мастеров сферы грани. Стоит также отметить, что поступить в нее было намного проще, чем выпуститься. Чтобы это сделать, нужно было достичь сферы познания, а если это не удавалось, когда студенту исполнялось 40 лет, то его выпирали. Таких вот исключенных было настолько много, что они могли легко затмить количество закончивших обучение. Эти двое учеников были в сфере грани и обоим на вид можно было дать лет по 30, следовательно у них оставалось еще 10 лет, чтобы достичь сферы познания. Нашему герою было все равно на бой мужчин, у них явно были свои личные разногласия, а он к этому отношения не имел, но ему пришлось их обойти. Вскоре юноша вошел на территорию ущелья копий, конец которого уходил куда-то вдаль. Вокруг кружила таинственная острая энергия, из-за чего окружающее пространство постоянно находилось на грани разрушения. Чем дальше Луин заходил в ущелье, тем тяжелее была эта сила и ее загадочная острота. Вдобавок к этому, он начал видеть иллюзии, похожие на выпады копий, пронзающие пространство. В какой-то момент глаза юноши застыли, он остановился и услышал рев, после чего перед ним появилась странная картина. Человек медленно размахивал своим длинным копьем, а когда уже собрался использовать боевой навык, то наш герой инстинктивно почувствовал опасность и отступил. В следующее мгновение в стороне раздался раздраженный вопль. Это был студент, что уставился на Луиня холодными глазами, а затем набросился на него, выхватив из своего пространственного кольца копью. Юноша был в ярости, так как этот парень напал на него без причины, из-за чего видение, которое он только что застал, рассеялось. Наш герой был этим взбешен и захотел убить наглеца, поэтому незамедлительно выстрелил в него всей мощью звездной ладони. Вот только копейщик умело увернулся и продолжил приближаться к Луиню, намереваясь пронзить своим оружием его голову. Копье превосходило навык ладони в том, что с ним можно было непрерывно атаковать и при этом держать дистанцию. У юноши не было другого выбора, кроме как высвободить еще одну звездную ладонь. В этот раз ему удалось задеть бок противника, что был потрясен мощью взорвавшихся семи светил и чуть было не потерял из-за этого свое оружие, но благо ему хватило сноровки удержать его своей хваткой. Однако замешательство студента позволило нашему герою сблизиться с ним и схватить его копье, а после свободной рукой ударить по нему ладонью девяти потоков. Вырвать свое оружие парень уже не мог, потому отпустил его и вновь попытался избежать прямого удара. Луин не собирался его отпускать, потому что наглец помешал ему увидеть древнее видение мастера копья, но ему пришлось признать, что противник оказался довольно проворным. Вот только без копья, тот больше не представлял для него опасности. «Проваливай!» – прокричал юноша, отбросил оружие врага и решил добить его. У него не было желания спрашивать, почему незнакомец напал на него. Было уж слишком много вариантов, но скорее всего, причина была в том, что все презирали десятую ветвь и считали, что в ней лишь одни слабаки. Наш герой и раньше замечал, как люди относились к этой ветве Академии Звездного Неба, но только сейчас стал понимать, почему. Десятое Звездное Небо слишком долго было слабым. Парень был беззащитен без своего копья, поэтому через пару мгновений пропустил еще один удар и его тело растворилось в пространстве. Царство испытаний было похоже на боевое, убивать здесь можно было кого угодно, ведь настоящее тело человека находилось в безопасности. Правда, Луин не знал, накладывался ли какой-то штраф. Возможно, после смерти не сразу можно было повторно войти сюда. Осмотревшись вокруг, юноша продолжил углубляться в ущелье копий. Вскоре он встретил двух мастеров слияния. «Эй, брат, а ты копье-то хоть используешь?» Спросил один из них. Наш герой покачал головой. «Нет, тогда тебе следует уйти и не приближаться к этому месту», — сказал другой. «Почему? Неужели только копейщики могут тут находиться?» Двое резко рассмеялись и один из них объяснил. Таково правило главы регионов Анкели. «Ты что, не знал?» Луин попал в просаг. У него не было выбора, кроме как покинуть ущелье. Глава региона имел абсолютную власть на своей территории, а он не хотел рисковать и вызывать на себя гнев окружающих, поскольку чистилищем управляла шестая ветвь. Юноша решил найти другое тренировочное поле, но для себя подметил, что попасть в похожие на ущелье копии места все же можно. В конце концов, он мог притвориться, что владеет копьем или чем-то другим. В это время мимо нашего героя равнодушно прошла женщина, но двое студентов даже не пытались ее остановить. Луин посмотрел на незнакомку, она была в сфере слияния и у нее в руках не было копия, потому он тут же спросил у двоих учеников. Почему вы ее не остановили? Кто ты такой, чтобы мы перед тобой отчитывались? Юноша насупил брови, он заметил, как мужчины косились на его тыльную сторону ладони, где виднелась цифра 10. Подумав немного, наш герой осознал, почему эти два наглеца его остановили. Видимо, его предположение было верным. У всех студентов на самом деле есть закостенелое мнение, что десятая ветвь очень слаба и над ней можно издеваться. Правда, это было странно, неужели все ученики такие безмозглые, раз только по этой причине ищут неприятности? Обдумывая это, Луин вдруг вспомнил о Сию и о том, что благодаря ей в последнее время он сразился с целой толпой различных мастеров. Кажется, из-за девушки у него теперь в Академии Звездного Неба целая корзина врагов. Глава 144. «Вы меня знаете?» – спросил наш герой, присмотревшись к двум студентам. Оба странно покосились на него и замотали головами. «Нет, и знать не хотим, так что проваливая из ущелья копий, это место не для таких, как ты». Теперь Луин окончательно убедился, что незнакомцы его знают, ведь по их лицам было видно, что они врут. «А что если я не хочу уходить?» – холодным тоном спросил юноша и взглянул на ладони мужчин. «Хотя они старались не светить метками, но он все равно успел увидеть цифру 8». «Если наш герой правильно помнил, то сиюе и люди домена пламени тоже находились в восьмой ветве». «Студенты обозлились на Луине. Убирайся сейчас же, иначе мы позовем старшего Фанкеля и он тебя лично проучит». Юноша с презрением возразил. «Вы меня точно знаете и, очевидно, понимаете, что силенок справиться со мной у вас не хватит, поэтому пытаетесь угрожать именем главы региона, но неужели вы думаете, что я такой глупый?» «С чего бы ему слушать каких-то крыс восьмой ветви?» «Хватит нести бред». Мужчины были в ярости и атаковали нашего героя одновременно. Два копья помчались на Луине с двух сторон, блокируя возможность увернуться, но юноша лишь пренебрежительно фыркнул. Он не собирался убегать и со своей молниеносной скоростью резко схватил их копья, после чего направил в них силу девяти потоков. Обоим студентам пришлось бросить из рук оружие и отступить. Они был в ужасе, поскольку не знали, что намного слабее нашего героя, поэтому хотели прогнать его и выиграть время до прихода мастера сферы грани из домена пламени. Вот только они были вынуждены атаковать сейчас, в надежде как-то задержать парня. Однако кто бы знал, что его сила превосходила их воображение. Мужчины, конечно, слышали слухи, что Ланг проиграл ему всего за один удар, но им казалось, что это просто преувеличение. В следующее мгновение Луин появился перед ними и с помощью звездной энергии заблокировал окружающие пространства, лишая студентов возможности использовать навыки передвижения, а затем ударил по ним ладонью. Бум! Воздушные волны сотрясли все вокруг, взвинчивая ветер. Женщина, что прошла ранее мимо них, услышав грохот, повернулась и посмотрела на юношу. Она удивилась его силе, парень легко расправился с двумя противниками, а значит, был одним из сильнейших в сфере слияния своей ветви. Но внезапно что-то заставило всколыхнуться сердце незнакомки. Она взглянула в сторону неба и увидела, как откуда-то из глубин ущелья мчалось длинное копье. Наш герой прижал двоих мужчин к земле и собирался было прикончить их, но неожиданно почувствовал опасность. Повернув голову, он увидел приближающееся копье. Оно не было быстрым, но вокруг него искажалось пространство, из-за чего было сложно предугадать точную траекторию и уклониться. Сперва Луин хотел заблокировать оружие своим самым сильным навыком, но остановился и позволил ему убить его. Студенты восьмой ветви с ужасом наблюдали за этой картиной. Ради гора я помогу вам один раз, но взамен передайте ему, что на соревновании десяти ветвей мы с ним встретимся. По ущелью копье раздался громкий голос, привлекший всех мастеров в округе. Народ сразу догадался, что это был глава региона Фанькели. Однако почему он упомянул гора, главу региона из восьмой ветви? Мужчины поспешно встали и почтительно поклонились вглубь ущелья. Оба все еще были напуганы, но также рады, что смогли преподать парнишки из десятой ветви урок. Теперь они смогут лично встретиться с гаром и получить награду. В десятой ветве, возле огромной горы, наш герой открыл глаза и резко схватился за голову, испытывая сильную боль. Лишь через некоторое время боль утихла и Луинь понял один очень важный момент. Каждый раз, когда тебя убивали в царстве испытаний, твоя душа испытывала боль, поэтому, прежде чем входить туда повторно, стоило сначала отдохнуть. Конечно, можно войти сразу, но если тебя вскоре снова убьют, то последствия будут серьезными. Самое меньше, станешь дураком. Хотя Юнашу убили, он не злился, а понимал, что это было временно. Просто противник слишком превосходил его силы и он не мог дать отпор. На самом деле наш герой мог заблокировать копье, но не стал этого делать. Скорее всего, это был удар Фанкели, что напал на него из-за гора, о котором ему рассказывал Ланг. Оба были главами регионов, так что должны были друг друга знать. Да и даже если бы Луинь остановил копье, то что дальше? Ему пришлось бы сражаться с превосходящим его силой противником, а он этого не хотел. Во-первых, лучше не показывать свои козыри раньше времени, а во-вторых, зачем ему еще один враг в лице главы региона? Но проблему с восьмой ветвью определенно так просто не решить и это не последняя стычка с ее студентами. Гар явно дергает там за ниточки, поэтому в царствах испытаний его подчиненные и знакомые будут всячески стараться мешать ему. Похоже, нашему герою нужно как можно скорее найти сторонников, иначе в одиночку неизвестно, сколько он продержится. Кто же может мне помочь? Задумался юноша. Сперва он подумал о Лулу, ведь она была из семьи Мобиус, но быстро отказался от этой идеи. Статус девушки в ее семье, скорее всего, не был высоким, поэтому мастеров из великих сил она не напугает своим происхождением. Возможно, Сяло, хотя нет, он пускай и сильный, но слишком скрытный. Его даже найти в Академии было очень трудно. Мишель? Нет, она вроде его недолюбливала. Может, Хэй Сюй? Он из компании Клевер, хотя, вероятно, у него тоже нет никакой власти. Хуэй Байе? Точно не подходит, у него с кланом Байе не очень дружеские отношения. Залла и Кока, обе из Заловольного ветра, но с ними каши не сваришь, поскольку в бою они совсем никудышны. Оставались еще Джа и Лун, Мэн Юэ и Сильвер. Из них троих больше всего надежд он возлагал на третьего. Сереброволосый был связан с новой Лигой Человечества. Никто не знал об этом, кроме него, но если не брать в учет то, что Лига и человеческая раса враждовали, сама по себе организация была очень сильной. Возможно, используя эту информацию, он сможет угрожать мужчине? После долгих размышлений Луин все же выбросил все идеи из головы. В Академии не было никого, с кем он мог бы объединиться, чтобы противостоять своим врагам. Покинув вход в царство испытаний и пройдя через невидимый разлом, юноша вновь оказался на границе испытаний десятой ветви. Старик посмотрел на него и заговорил. Ты умер слишком рано, видимо силенок тебе все же не хватает, лучше пойди потренируйся. Наш герой удивился тому, что наставник знал о его смерти. Вот только как, может, он не видел конкретно как и от кого он умер, а лишь застал момент, когда его выбросило из царства. Мне просто не повезло, на меня напал глава региона. Старик изумился. Глава региона? Парень, как тебя угораздило перейти ему дорогу? Луин тяжело вздохнул. Я много кого раньше обидел. Да, назвать тебя бандитом легче, чем праведным человеком, пробормотал наставник. Юношу перекосило от его слов, но он не разозлился. Я ухожу. Старик проигнорировал его. Вскоре наш герой пришел в павильон сокровищ и отчитался об успехах наставнику Цию. Ясно, тогда давай сосредоточимся на повышении твоей культивации до пика слияния, сказал старик. Хорошо, наставник. Луин кивнул и собрался уйти. Постой, у тебя есть звездные кристаллы? Если есть, то можно использовать их, чтобы быстрее повысить культивацию, сказал старик. Глаза юноши загорелись. Он кое о чем подумал и ответил. Нету. Наставник Цай кивнул и перестал обращать на него внимание. Наш герой в недоумении повторил. Наставник. Я сказал, что у меня нет кристаллов. Ну раз нет, то нет. Иди зарабатывай. Что ты от меня хочешь? Думаешь, старик тебе на своем горбу принесет денег? Луин поспешно убежал. Он думал, что наставник даст ему кристаллов, но, как оказалось, он слишком многого хотел. Спустя время юноша нашел укромное место, подходящее для тренировок. Сперва он хотел получить из кубика пространство времени, чтобы сэкономить время, но передумал. Поглощение звездной энергии из кристаллов было длительным процессом, кроме того, ему нужно было повысить свою культивацию до пика. Если он в тот же день повысит свой уровень, то другие начнут задавать лишние вопросы и пристально следить за ним. Чтобы этого не произошло, лучше вести себя сдержаннее. Вынув тысячу кубометров кристаллов, наш герой тут же раздавил их. Большой объем звездной энергии тотчас начал входить в его тело, а при поддержке техники звезды процесс проходил быстрее. Что касается причины, почему ему нужно было повысить сферу до пика, то дело было вовсе не из-за прорыва. Переход через сферы был очень трудным процессом с особыми требованиями, просто так по желанию, даже находясь на пике сферы, нельзя было совершить прорыв. Главная цель повышения сферы до пика, это увеличение запаса звездной энергии. Чем больше энергии, тем больше навыков можно было применить. Однако запасы у каждого человека были разными. Семь дней подряд Луин без устали поглощал звездную энергию, а так как у него было семь небесных светил, то скорость поглощения была в семь раз быстрее, но ему не удалось достичь пика сферы. Открыв глаза, юноша почувствовал себя уставшим. Он больше не мог продолжать. Изначально наш герой думал, что быстро справится с этим, но кто же знал, что его тело могло вместить столько энергии. Хорошо, что у него было много звездных кристаллов, а то так бы пришлось сначала их заработать. Если он еще раз встретит Сиюэ, то обязательно ее отблагодарит за помощь. К нынешнему моменту у Луиня осталось меньше 20 тысяч кубометров кристаллов, плюс где-то больше 250 тысяч на картах банка Мобиус. Ему нужно будет выкроить время, чтобы забрать их. Решив отдохнуть от культивации, юноша взмахнул рукой, призывая кубик. В прошлый раз ему почти повезло получить тройку, но он чувствовал, что вот сегодня она уж точно выпадет. Возможно, наш герой в прошлой жизни был провидцем, потому что ему действительно впервые выпала тройка. Луинь учащенно задышал от волнения. Перед его глазами появились две большие золотые пластины. Одна сверху, а другая снизу. В то же время в его сознание вошла информация о том, что из себя представляла способность тройки. Как только он узнал, что делала способность, у него перехватило дыхание. Улучшитель, так назывался навык, который мог повысить любой предмет на уровень выше. Юноша подумал, что у него сейчас было на руках, и вынул из тела чип эволюции. Он был сделан деканом десятой ветви, хотя наш герой считал, что это Гуанью и подарил ему чип и помог достичь сферы слияния. Глава 145. Обычные чипы эволюции можно было использовать только три раза, то есть до сферы слияния. Да, культивировать можно было и без них, но чем дальше ты заходил в культивации, тем становилось тяжелее, а они облегчали этот путь. Что касается чипов, которые можно было использовать четыре раза, то предназначены они были для достижения сферы грани и являлись не столь распространенными, но достать их было все же возможно. А вот чипы уровнем повыше уже были невероятно редкие цены, поэтому их почти никто не продавал. Из-за этого многие мастера после использования самого дешевого чипа культивировали самостоятельно, ведь другого выбора у них не было. Однако разница между теми, кто достигал сферы с помощью чипа, и теми, кто делал это без него, сильно отличалась. Каждый раз, когда мастер использовал чип, он улучшал не только структуру своего тела, но и мог воспринять силу его создателя. Эта возможность была редкой и очень ценной, а также являлась главной причиной, почему создатели чипов не производили чипы высокого уровня. Помимо огромного потребления звездной энергии, никто не хотел, чтобы чужой человек изучил их навыки. Чип эволюции в руках Луиня можно было использовать четыре раза, так что с ним он мог еще раз изменить свое тело при достижении сферы грани, но если ему удастся улучшить его, то количество использования чипа увеличится до пяти. Ценность такого чипа была неописуема, потому что не так много мастеров могли достичь сферы познания с измененным телом. Юноша восхищался изобретателями чипа эволюции, поскольку он облегчал путь культивации, что был тернист даже для талантливых людей. С ним молодежь развивалась быстрее и даже превосходила старшие поколения. Именно поэтому в какой-то момент был создан молодежный совет, в обязанности которого входило контролировать молодых культиваторов. Наш герой выбросил все ненужные мысли и поместил чип между пластин, словно они были тисками. Вот только спустя мгновение ничего не произошло, а значит, необходимо было выполнить еще какое-то требование. Радостный Луинь сразу нахмурился. Почему ничего не происходит? Только не говорите, что и тут нужны звездные кристаллы. Он хотел обматерить кубик, но сдержался и бросил в пластины несколько сотен кристаллов. Верхняя пластина слегка сдвинулась вниз и остановилась. Юноша схватился за голову. Ну точно же, опять из него пытались вымогать кристаллы. Его дар небес был сильным, но в то же время прожорливым. Ему нужно было задуматься над тем, как можно заработать много денег, иначе в какой-то момент он просто не сможет пользоваться кубиком. С чувством безысходности наш герой бросил в пластины 10 тысяч кубометров кристаллов. Однако даже с такой суммой верхняя пластина опустилась лишь на небольшое расстояние. Луинь потерял дар речи. Видимо, на улучшение чипа ему нужно больше 300 тысяч кубометров, но у него сейчас столько не было. В итоге юноше пришлось отменить улучшитель. К счастью, он заметил, что его чип немного улучшился, следовательно в следующий раз ему понадобится меньше кристаллов. Пускай сейчас у него и не получилось улучшить чип, но наш герой был рад, что у него была такая возможность, в противном случае он нигде бы не смог такой достать. Кроме того, с этой способностью он мог получить чип уровня перемен. Интересно, а шесть улучшений это предел? Подумал Луинь. Хотя ранее он ни разу не думал о существовании чипа сферы ловца, но, вероятно, если такое есть, то это могло потрясти всю вселенную. Тройка была такой же редкой, как и шестерка, поэтому юноша надеялся, что ему выпадет четверка. В пространстве времени он хотел потренировать технику звезды, чтобы получить долгожданное восьмое небесное светило. Это не только увеличит его скорость культивации, но и вознесет мощь звездной ладони над любым другим навыком в его арсенале. Крутанув дар небес, нашему герою выпала единица, после чего с характерным щелчком из кубика выпало красивое кольцо. Оно было простым, но сделанным искусно. Прозрачный металл с красивым камнем, такое украшение понравилось бы любой девушке, но для него оно было бесполезным. На третье использование дара ему выпала пятерка. В этот момент Луинь понял, что именно это число среди всех было самым затратным. Способность прокат дара была отличной, но условия ее использования ставила его в положение, когда он, по сути, просто выбрасывал деньги на ветер. Нужно будет как-нибудь в другой раз постараться находиться рядом с кем-то, чтобы позаимствовать дар, проговорил сам себе юноша. У него остался последний шанс, поскольку пятое использование дара выходило за пределы его возможностей. Кубик быстро закрутился. Наш герой умолял кого только мог, чтобы ему выпало нужное число и, наконец, появилась четверка. Луинь подметил, что сегодня был его удачный день. Вскоре он вошел в серую комнату и сразу увеличил гравитационное давление в 60 раз. Однако ему показалось, что этого недостаточно, поэтому юноша продолжил улучшать давление, пока не дошел до стократного увеличения. Этот уровень давления был пределом, который мог выдержать мастер сферы грани. Наш герой знал это и вновь удивился, насколько мощным стало его физическое тело. Вот только Луинь не знал причины такого изменения, да и времени было мало, поэтому ломать голову над этим он не мог. Увеличив продолжительность пространства времени до месяца, юноша сосредоточился на постижении восьмого небесного светила. В то же время на космической станции десятой ветви появился космический корабль. На внешней стороне судна был отличительный знак прибывшей силы, что представлял собой две ладони, охватывающие планету. В тот момент, когда Сяло, которого послали встретить гостей, увидел герб, он тут же понял, что к ним прибыло сообщество Чар. Чаротворцы пользовались большими привилегиями во вселенной, но была и организация, что держала их в узде. Именно сообщество Чар следило за всеми и устраняло черотворцев, нарушающих установленные законы. Многие древние запечатанные реликвии могли вызвать глобальную катастрофу. Никто этого не хотел, поэтому все поддерживали статус сообщества Чар. Несколько дней назад наставник границы испытаний отправил запрос на аттестацию Сяло. Он хотел, чтобы тот присоединился к ним. Когда шлюз корабля открылся, парень сделал несколько шагов навстречу гостям. Первой спустилась группа солдат, что подчинялась исключительно сообществу Чар. Все они имели культивацию не ниже сферы слияния. Затем вышел мужчина средних лет в сером халате. Выглядел он серьезно и очень пристально посмотрел на Сяло. За ним следовала красивая, но высокомерная девушка, примерно возраста Луиня. Сяло из Десятого Звездного Неба приветствует наставника Ушина. Мужчина осмотрел его с ног до головы и с довольным видом кивнул. Ты тот самый парень, о котором мне говорил старик Тан. Да. Тогда сперва пойдем к нему. Наставник, прошу за мной. Сказал Сяло. После чего вежливо кивнул девушке позади него и повел группу к границе испытаний. Девушка с любопытством рассматривала парня. Ее звали Людзи. Изначально она направлялась с наставником пройти вступительный экзамен в шестую ветвь, но тот внезапно сказал, что им нужно сюда, чтобы провести аттестацию одного студента. Ее это заинтересовало, ведь она слышала слухи о Десятом Звездном Небе, однако все же здесь нашелся кто-то достойный вступить в сообщество Чар. У девушки сложилось хорошее впечатление о Сяло, но она не была уверена, сможет ли тот пройти тест. Она очень хорошо знала, насколько он был трудным, так как сама его уже прошла. Трое быстро добрались до границы испытаний, где случайно столкнулись с Хуэй Байе, тот бросил на них взгляд и вошел в массив перемещения. Ушин удивился. Мальчишка из клана Байе, что он делает в Десятой Ветве? Парень ответил. Его зовут Хуэй Байе, он действительно из клана Байе и довольно хороший человек. Людзи засомневалась в этом. В каком месте он хороший, да по нему видно, насколько он высокомерен. Даже с наставником Ушином не поздоровался, чего не позволяли себе старейшины клана Байе. Но у Сяло было такое мировоззрение. Пока это не его враг, он будет думать, что человек хороший. Наставник границы испытаний все так же сидел на своем месте, словно статуя. Увидев его, мужчина в сером халате спешно подошел к нему и уважительно сказал. Старший Тан, ученик Ушин, рад снова увидеться с вами. Парень и девушка, оба были шокированы. Почему мужчина так уважительно обратился к этому старику? Он же чаротворец ранга подчинения, который очень близок к рангу истины. Подобный профессионал уважаем даже среди сильнейших организаций внутренней вселенной. Почему же такой человек относился с таким почтением к наставнику Десятого Звездного Неба? Глава 146. Сообщество чар выделило и узаконило четыре уровня чаротворцев от низшего ранга к высшему. Ясность, подчинение, истина и таинство. Ранг ясности соответствовал слиянию и грани. Подчинение было сравнимо с сферами познания и перемен, а истина равносильна уровню лавца. Лишь немногие могли нарушить такой порядок и достичь более высокого ранга чаротворца, имея сферу, не соответствующую конкретному уровню. Ушин был мастером подчинения, но был очень опытным и мог спокойно войти в ранг истины. Однако чтобы это сделать, ему необходимо достичь сферы лавца. Чаротворцев такого уровня было совсем немного во вселенной и их старались привлечь к себе силы высшего порядка. Сила чаротворцев настолько велика, что из-за их способностей контролировать звездную энергию они могли бросать вызов мастерам, превосходящим их по уровню культивации. Поэтому они были так почитаемы. Именно зная это, Людзи так удивилась. Десятое звездное небо, изгнанное ветвь академии. Никто здесь не должен был заставить мужчину проявить такое уважение, кроме разве что декана. Старик-тан с трудом открыл глаза. О, Ушин, а ты вырос. У девушки чуть было не выпала челюсть, когда она услышала эти слова. Мужчина по-прежнему вел себя уважительно. Я рад, что вы здоровы, это очень хорошо. Наставник улыбнулся. Ты все такой же красноречивый. Ладно, проверь этого мальчишку, сможет ли он присоединиться к вашему сообществу. Ушин решительно сказал. Раз вы рекомендуете его, то в проверке нет необходимости. После чего мужчина обратился к Сяло. Студент вся. Не хочешь ли ты вступить в сообщество, как чаротворец ранга ясности? Парень уважительно ответил. Я готов посвятить остаток своей жизни улучшению сообщества чар. Ушин кивнул, достал значок и вручил его Сяло. Я добавил твое имя в список чаротворцев сообщества, так что теперь ты официально являешься его членом. Спасибо, наставник Ушин. Мужчина был удовлетворен поведением студента, затем с уважением спросил у старика. Старший Тан, вы довольны? Наставнику, казалось, было все равно. Как считаешь верным, так и поступай. Если этот мальчишка опозорит ваше сообщество, винить тебе придется лишь себя за то, что ты его не проверил. Я это понимаю, и раз мы с этим закончили, могу ли я задать вам пару вопросов? Старик Тан вздохнул. Я столько лет пользовался благами сообщества, но не внес существенного вклада. Это моя вина, и чтобы ее загладить, я готов ответить на твои вопросы. Ушин обрадовался и поспешно обратился к Людзи. Погуляй по десятой ветве, пока я разговариваю. Наставнику, давайте я ей все тут покажу, предложил Соло. Мужчина согласился, после чего сел рядом с наставником границы испытаний и начал полушепотом ему что-то говорить. Парень жестом руки попросил девушку последовать за ним. Людзи кивнула, чувствуя некую неловкость. Она родилась в сообществе Чар, но ей потребовалось много времени, чтобы стать его настоящим членом. А этот студент даже не прошел артестацию. Ей это не нравилось, но оспорить решение наставника у она не могла. Вскоре пара пришла на платформу бесконечного дождя. Завеса воды закрывала небо и землю, поэтому разглядеть что-либо впереди было трудно. Вокруг лишь виднелись огромные тени деревьев. Девушку не интересовало это место, она владела звездной энергией совершенно иначе, нежели Луини другие. У нее было уникальное восприятие и понимание сущности энергии вселенной, что походило на нечто вроде рун. Именно это отличало черотворцев от обычных культиваторов. Хотя эти и другие контролировали звездную энергию, но делали это совершенно по-разному. На нынешнем уровне Людзи нужно было либо сражаться, используя силу черотворцев, либо заниматься распечатыванием древних реликвий. Наблюдать за дождем было для нее бессмысленно, поэтому она предложила пойти в другое место. Однако когда они подошли к массиву перемещения, мимо них прошмыгнула фигура с черными волосами и первой шагнула в него. Это был Хэйсюй. Девушку это разозлило. Что ты делаешь? Ты не видел, что мы первые подошли? Грубиян. Мужчина взглянул на нее и проигнорировал, собираясь активировать массив. Людзи гневно фыркнула, подняла руку и была готова развеять окружающую звездную энергию, чтобы подавить наглеца. Может, она и была своевольной, но довольно сильной. Даже без боевых навыков она представляла большую опасность. Черноволосый поднял руку и щелкнул пальцами. В тот же момент пространство перед девушкой взорвалось, перепугав ее до смерти. Благо она успела отступить, но ее атака не увенчалась успехом. Когда же Людзи очухалась, Хэйсюя уже не было. Девушка была потрясена. Он только что разрушил пространство, как это возможно? Он же всего лишь в сфере слияния. Почему он такой сильный? Это был дар небес, сказал Сало, слегка посмеивающийся над ее растерянным видом. Дар небес? Он у него как-то связан с пространством? Он что, самый сильный среди вас? Нет, не самый сильный. Парню было лень объяснять. Снаружи все смотрели на десятую ветвь свысока, хотя по факту она ничем не отличалась от других, просто у нее было намного меньше учеников. Половина из студентов его потока могли ужаснуть своей силой даже культиваторов из первой ветви. Более того, они недавно начали учиться у наставников, так что неизвестно, какого уровня достигнут через пару месяцев. Любопытство Людзи к десятой ветви усиливалось с каждой секундой. Отведи меня к вашему сильнейшему студенту. Я слышала, что все старшекурсники покинули академию, так что сейчас у вас есть только первокурсники. Мне интересно было бы увидеть, насколько силен сильнейший среди вас. Сяло поржал плечами. Извини, я не знаю, где он. Как насчет пойти в другое место? Может, нам повезет его встретить? Пойдем. Пара отправилась в пустыню Надежд. Как только они прибыли туда, перед ними появилась шокирующая сцена. Девушка, стоявшая вдалеке, сотрясала окружающее пространство одними лишь кулаками. Каждый ее удар ужасал Людзи до глубины души. Кто она? Спросила девушка. Одна из моих сокурсниц. Очень хороший человек. Она сильнейшая? Нет, тогда пойдем в другое место. Вскоре они пришли к звездному павильону, где находились Залла и Кака. Пара не знала, что и сказать, увидев двух красавиц со здоровенным шприцем и огромной серебряной иглой. От одного вида шприца Людзи пробрала зноб и она невольно сделала пару шагов назад. Девушка боялась этой штуки. Кака заметила их и сразу же спросила. Братся, зачем пришел? Ты ранен? Тебе сделать укольчик? Парень с неуклюжей улыбкой попятился назад. Не нужно, я полностью здоров. После этих слов он схватил Людзи за руку и оба быстро убежали. Сяло тоже боялся шприца, и когда Кака держала его в руках, для него она походила на самого устрашающего монстра. Кстати, забыл сказать, та девушка довольно сильна, ты хочешь с ней сразиться? Спросил парень. Людзи тут же отказалась. Не стоит. В конце концов, они пришли в павильон сокровищ, где столкнулись с Сильвером. Хитрая улыбка которого настораживала многих. Когда девушка увидела мужчину, то почувствовала холодок. Если улыбка Сяло была теплой, то у этого человека она была совершенно противоположной. Более того, когда он посмотрел ей в глаза, она почувствовала опасность. Братся, вот так совпадение, сказал Сереброволосый. Улыбка с лица парня тотчас исчезла. Он по-простому поздоровался с сокурсником и отвернулся. Сильвер взглянул на Людзи и воскликнул. Какая красавица, она новенькая. Я слышал, что снаружи в Академию Звездного Неба начали поступать еще новички. Сяло покачал головой. Нет, жаль, хотелось бы побольше девушек, а то их совсем мало. Пробубнил мужчина и, помахав рукой Людзи, ушел. Сама девушка от начала и до конца молчала. Она не знала почему, но этот человек вызывал у нее неестественный страх. Насколько он силен, поинтересовалась Людзи. Не знаю. Раз ты не сказал, что он лидер первогодок, то как же получается, что ты не знаешь его силы? Он признал поражение до боя, никто не знает его истинной силы. Теперь девушка поняла, десятая ветвь оказалась не так проста. Это единственное, к чему она пришла, проведя здесь не больше часа. Все первокурсники тут по какой-то причине были очень сильны, будто она находилась в первой ветве. Кстати, а как тебя зовут? Вдруг спросил парень. Людзи. О, хорошее имя. Есть ли у вас еще места, где могут находиться студенты? Извини, большая часть академии разрушена, только эти места уцелели. Девушка слышала о случае, произошедшем в десятой ветве. Поговаривали, что ее декан сошел с ума и уничтожил почти всю академию. Потери были настолько велики, что неизвестно, как, в принципе, десятая ветвь еще не закрылась. Пока пара прогуливалась по академии, наш герой, наконец, покинул пространственную комнату. За прошедший месяц он овладел восьмой звездой, которая действительно превосходила мощь ладони девяти потоков, но это также означало, что он достиг пика неполноценной части техники звезды. Пускай она и была неполной, но позволила Луиню дойти до места, где он сейчас был. Вспоминая о прошлом, юноша невольно протяжно вздохнул. Техника звезды должна иметь как минимум еще одну девятую звезду. Он даже пытался ее сформировать, но у него ничего не получилось. Глава 147 Даже